Доброе утро! И с Аленой Зариной, потому что мы сегодня на работу не проспали, дожили до конца рабочей недели и вам тоже желаем, чтобы вы сегодня стали бодрыми, энергичными и последний день вот этой недели провели просто отлично. Но в конце концов можно сделать какое-нибудь доброе дело, я не знаю, послушайте соседа за стеной, вот шумит, проснулся, если что ложечкой так по батарее постучите, скажите, дружище поднимайся, еще сегодня отработаем и завтра уже будем выходные отмечать. И вообще сегодня замечательный праздник и спать сегодня тоже очень вредно. Чем раньше встанете, тем больше своих дорогих, любимых поздравите, потому что на сегодня же день влюбленных. И как бы вы ни относились к этому празднику, не имеет значения. Это лишь лишний повод для того, чтобы сказать своему другу, своим любимым, близким и дорогим, что вы их любите, признаться им в любви. Поэтому этим мы будем заниматься в течение всего нашего эфира. Два часа полезной информации, хорошего настроения, ну и такой маленький анонсик ближайшей получасовки прямо сейчас расскажем. Любовь это... Нет, мы не дадим точного ответа на этот вопрос. Не потому что не знаем, а потому что не станем конкурировать с детской логикой. Скоро своими мыслями ребята поделятся в нашем сюжете. Заставлять себя работать не нужно. Если не хотите, то... Нет, уволиться мы вам не предлагаем. Мы советуем сначала настроиться. Рубрика «Анастасия и Вареник» вам в помощь. Загадки мультипликаторов. Валентина Савенко выяснила, в какие советские мультфильмы перекликаются с известными кинолентами. Сегодня в каждом доме, конечно же, должен быть романтический ужин. И готовить его должен мужчина. По-братски рецептом поделится Юрий Голов. То есть мы сразу, да, определили, кто сегодня вечером батратит, а кто сегодня отдыхает. Это точно. Ну, почему бы и нет. Ну, мужчина же он такой молодец. И говорят, что мужчин на самом деле лучше кулинарят, нежели женщин. Ну, есть такое мнение. Так, ну, во-первых, значит, в современном мире так говорить вообще не стоит. Мы же за равноправие. А во-вторых, разберемся позже, когда Юрий Голов поделится своей рубрикой. Ну, Константин, ну это же очевидно, что мне выгодно, чтобы сегодня мужчина приготовил ужин, чтобы создал такую вот праздничную атмосферу. Ну, впрочем, конечно, и женщины тоже должны подключаться и готовить какие-нибудь милые сюрпризики. В общем, начинайте с самого утра уже присылать сообщения, присылать совместные фотографии. И не только друг другу, но и нам давайте присылайте. Мы хотим видеть ваши счастливые улыбки, ваши рассказы, быть может, как вы познакомились. Или где-нибудь, когда-нибудь в школе, давайте повспоминаем, как вы впервые признались в любви. В общем, эфир наш открыт, открыт для общения. Названиваться к нам в студию можно по номеру телефона 695-644. Точно так же передавать поздравления, передавать приветы, признаваться в любви. В конце концов, прямо в прямом эфире нашей программы. В общем, мы сегодня открыты для общения. На WhatsApp присылайте все сообщения, какие хотите. Можно даже, знаете, вдруг вы всю ночь вырезали валентинки, подписывали их, я не знаю. Ой, как это романтично. Если вы их еще не подарили, можно их прислать, эксклюзивно мы покажем. Значит, на всю Омскую область увидим такую прекрасную открыточку вы приготовили для своей второй половины. Костя, я вот помню, как в школе мы тоже обменивались валентинками, и с каждого класса у нас были почтальоны. Мне так нравилось 14 февраля, меня отпускали с уроков, но, представляете, учителя давали разрешение не посещать уроки и передавать валентинки из класса в класс. То есть мы брали, там было написано, там какой-то такой, там 6, 7, 8, да, и почтальоны ответственно приходили в соседний класс, там, на математику, на русский язык, передавали. И с таким волнением и трепетом другие ученики брали эти валентинки, там, читали, никому не показывали от кого. Видишь, как хорошо, что у нас прогресс идет вперед, и сейчас не нужно тебе отпрашиваться с работы, уходить из студии, чтобы по каналу, уходить по кабинетам валентинки разносить. Можно просто, чтобы наши телезрители к нам на WhatsApp писали свои сообщения. Ну, такая у нас электронная сегодня валентинка, общая для всех, поэтому номер телефона есть на ваших экранах. Пишите, будем с удовольствием зачитывать и передавать все приветы, которые вы к нам пришлете. Да, и вот сегодня с Константином в День всех влюбленных мы наткнулись на историю семейной пары, которая проживает в США. Грейс и Джон Броган из штата Миннесота живут, представьте себе, в юрте купленной за 5 тысяч долларов. Вот живут себе, и им там хорошо. Неплохая такая, знаете, шалашика юрта за 5 тысяч долларов, то есть на рубли это практически 300 тысяч, даже больше. 300 тысяч, да. Вот, на самом деле интересно, что пара сказала, что вот эта юрта стала для них неким решением проблем. С одной стороны, не хотели всю жизнь платить деньги, брать ипотеку, да, выплачивать всю свою жизнь. Да, себя в долги не вводить. Да, с другой стороны, они как бы, их не пугает совсем, вот такое, знаете, полевое расположение их дома, что они готовы ко всем сложностям, готовы, что у них туалет на улице, а не в помещении, готовы как-то свой быт обустраивать. Вообще-то интересная проверка на прочность для пары, мне кажется, да, находясь в таких нестандартных условиях, совершенно нетепличных, скажем так, они продолжают друг друга любить, обожать, помогать друг другу, ну и совершенствовать свое жилье, потому что они там построили уже сауну, какую-то там летнюю кухню, в общем, там такая усадьба расширяется, а на юрта ее не ограничивается. Я в чем-то, конечно, им завидую, потому что согласен, что на природе, где-то в лесу, да, где свежий воздух, красота, жить хорошо, но с другой стороны, ну, это должны были, понимаешь, два человека такие встретить друг друга. Единоручники. Ну, это все нравится, конечно, потому что, представь себе, если девушка не приспособлена, например, к лесной такой жизни, то это же просто катастрофа. Ну, вообще, они отшельниками себя не называют, эти люди в большей степени как-то, ну, просто любят природу, правильно ты сказал, и при этом они общаются с внешним миром, посредством интернета, конечно, Может быть, они нам пришлют какие-то валентинки или сообщили. Да, периодически в город за продуктами ездят, да, то есть здесь нет никакого такого вот идеологии отшельничества, здесь они просто вот решили построить себе такой классный дом за маленькие деньги. Вот, ну, и прекрасно можно на природе всегда говорить о высоком, о романтике, о любви, но вот мы решили вот вчера, накануне сегодняшнего праздника, спросить у главных экспертов в этом деле, у детей, что же они знают о любви. Давайте прямо сейчас посмотрим сюжет, и они все нам расскажут. Знаешь, зачем ты сюда пришла? Чтобы залезть в телевизор. Знаешь ли ты, какой праздник 14 февраля? Знаю. День Победы. Леша, ну, выглядишь напряженным. Нет. Точно все хорошо? Очень. Какой праздник 14 февраля отмечают? Знаю. День Святого Валентина. Что это за праздник такой? День всех влюбленных. Как его отмечают? Ну, я не знаю его традиции, или знаю, просто забыла. Что в этот праздник принято делать? Ну, надо всем дарить подарки и тем, кого любишь. Угу. А ты будешь как-то отмечать? Может быть, кому-то приготовила подарок? Я вечером, когда вот отсюда вернусь, приду, нарисую открытки, сделаю закладки, положу закладки в открытки и подарю. Кому? Маме, бабушке. А если тебя мальчик в школе за косичку дернул, это любовь? Мне кажется, да. Или нет? Да, это признаки любви, но в конце концов, мне редко дергают. Первый раз меня Яша дергал. Кто такой Яша? Яша, это у меня одногруппник в саду, но он меня не дразнит, но я не хочу на него внимания обращать. А так сама я еще в ноги в мальчиков влюбилась. Первый у меня любимчик Гоша, второй из десятой группы мальчик. Я не знаю, как его зовут. Третий Богдан. Гоша. Тоже я ему нравлюсь. Мы уже договорились, что с ним сыграем свадьбу. Как ты вообще думаешь, что такое любовь? Жениться и цел. У тебя уже есть на примете, может быть, какой-нибудь жених? Есть. Малюсенький. Малюсенький? Да, три лета. Три года? Где вы познакомились? Гриша, он нашел там. Твой сосед? Это мой братик. Ты кому-нибудь приготовила уже подарок? Нет еще. А собираешься? Да. Рассказывай. А что? Рассказывай, кому? Ане. Кто такая Аня? Она моя жена. Четыре раза в губы целовались. Так. Что еще? Вместе в садике ходили. И в театре тоже вместе. А что такое любовь? Я не знаю. Ну, подумай, попробуй пофантазировать. Это когда твоя любовь какая-то игрушка самая любимая. Ну, когда вот вы с человеком встречаетесь и как бы вам друг друг нравится. Ну, вот видишь, какие искренние ответы. Я думаю, для некоторых родителей вообще сенсация это стала. Кто сейчас посмотрел свои детей на экране. А мне кажется, вот как и есть устойчивое выражение, устами младенца глаголит истина, да? Человек сказал сейчас, что вот что такое любовь, да? Это вот когда, значит, два человека встретились и им там все нравится. Вот все, вот прям эту формулу нужно держать в голове и понимать, что нужно что-то делать для своих любимых людей, для того, чтобы им все нравилось. Ну, короче, меньше ссориться, меньше скандалить и все, и быть в хорошем состоянии. А мне нравится, что наши очень такие активные телезрители уже начали присылать сообщения, поздравлять с праздником. Я их с удовольствием, как и обещал, сейчас зачитаю. Здравствуйте, мои дорогие ведущие. Поздравляю вас с Днем влюбленных. И хочу поздравить свою любимую жену Меркель Людмилу. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Муж Сергей Сергей. Ой, как это прекрасно. Передаем вашу Валентинку. Далее она пишет. Ирина Комиссарова. Любимого мужа с нашей годовщиной свадьбы. В этот день у нас с тобой годовщина, дорогой, с ней я тебя и поздравляю. Крепко-крепко обнимаю счастье, пусть у нас растет. А любовь, как сад, цветет. Вот такое стихотворение даже к нам прилетело. Здорово. Далее есть у нас сообщение. Доброе утро, передаю привет маме, сраженной Ирине Александровне и дочерям Лидии и Таисии. Люблю вас. О, прекрасно, прекрасно. Вот я и говорю, что сегодня мы еще и признаемся в любви всем своим дорогим и близким. Не обязательно только парам. Так, и еще вот одно сообщение зачитаю. Прислали нам прямо фотографию, сделали вот такую открыточку. Доброе утро. Вот такое поздравление мы сделали для классного руководителя. Всех с праздником, любви и счастья. Богатого Ольга к нам пишет. Вот, уважаемые телезрители, номер телефона WhatsApp есть на ваших экранах. Будем еще зачитывать сообщения, которые к нам приходят. Благо их много, поэтому разделим так, растянем на весь наш эфир. Поэтому пишите, с удовольствием будем читать. Да и звоните прямо в студию 695-644. И прямо в прямом эфире рассказывайте истории, признавайтесь в любви. Говорите хорошие слова своим родным, близким. С удовольствием вас будем слушать. Да, пока мы ждем ваших звонков и сообщений, значит, у нас есть тут информация. Шуметь в доме запретят ночью и днем. Ну вот еще. Ряд российских регионов предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Так вот, сейчас, напомню, на федеральном уровне обсуждается введение закона о тишине, который запретил бы шум с 11 вечера до 7 часов утра. И регионы предлагают этот запрет как раз-таки перенести, в том числе и на дневное время. То есть круглые сутки фактически нельзя будет шуметь. Ну да, хотят еще сделать, чтобы с 7 вечера до 9 утра нельзя было шуметь. То есть, понимаешь, да, многие люди в 7 вечера только домой возвращаются, а там уже ложкой не постучи, кружку громко на стол не поставь. Да нет, самое интересное, вот картина будет так и не повешена, да, на стену. Нужно будет, давай повесим сегодня дырочку в стене, сделаем так. Только дрель бесшумную нужно кутать. Тихо, 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 решать будем. Чтобы она так аккуратненько расковыривала стену. А в принципе, в принципе, смотри, вот опять же, бывает конфликт между женой и мужем, да, опять же, она говорит по весь картину, он говорит, мне все некогда и некогда. А с другой стороны, скажите, я не виноват. Я не хочу нарушать закон. Да, вот и все, и конфликта нет. Вот, самое интересное, что сейчас уже по действующему закону уже начинают штрафовать людей, я вот, чтобы не ошибиться, прям зачитаю, для физических лиц, если вы нарушаете закон, от 500 рублей до 3000, для должностных лиц от 10 до 20 и для индивидуальных предпринимателей от 10 до 25 тысяч рублей штрафы вообще-то. Вот, знаете, мне кажется, что все-таки, ну, поскольку мы живем в своем многоквартирном доме, нужно как-то уметь договариваться. Ну, знаете, прийти к соседу и сказать, дружище, давай сегодня я буду шуметь, завтра ты, ну, а послезавтра у нас, как, знаете, день через день, потом выходной будет. Я всегда за то, чтобы люди как-то, ну, давали возможность друг другу жить, в конце концов, потому как ремонт, да, никто не отменял. У нас, знаете, есть свое такое решение, которое мы, вот, думаем, многим подойдет, то есть, чтобы вас днем не мешали вам соседи, шум, ремонты, нужно просто на работу ходить и вот там проводить это дневное время. А чтобы у вас был стимул даже в пятницу, в последний день рабочей недели, пойти на работу, мы предлагаем посмотреть рубрику «Рабочий настрой». Доброе утро! Сегодня я поделюсь с вами лайфхаками для жизни из области моих профессиональных знаний. Что такое невербальное общение? Почему важно управлять своим телом? И как сделать свою речь более эффективной? Поговорим о жестах. 55% информации в разговоре передается телодвижениями, 7% словами, 38% голосом и интонацией. Положение тела, мимика и жесты – это инструменты, которые помогают управлять вниманием собеседника, незаметно для него внедрять отношение к себе, к другим людям и идеям. Почему так происходит? В разговоре все внимание уходит на слова, а жесты и интонации никто не контролирует. Большинство людей не следят за своими движениями во время разговоров и напрасно. Жесты не осознаются, поэтому информация, переданная через них, попадает прямиком в подсознание. Человек не осмысливает языка жестов, а значит, не может оспорить их, и они свободно влияют на его поведение и настроение. Давайте посмотрим, какие жесты помогут вам в разговоре с партнерами. Есть принципы, которых лучше придерживаться, используя невербальное общение. Первый – это естественность. Все занятия по внушению через жесты должны проходить в расслабленном состоянии. Вы не должны чувствовать себя скованно или напряженно. Тем самым мы транслируем уверенность в себе. Симметрия. Жестикулировать лучше обеими руками одновременно или попеременно. Это может подчеркнуть вашу собранность и знание вопросов. Продуманность. Если вы общаетесь в небольшой компании, не стоит применять театральные жесты, широкие взмахи руками, круги. Пусть жесты соответствуют ситуации. Открытость. Если во время жестов руки повернуты ладонями к собеседнику, это внушает ему доверие и говорит об открытых намерениях. Так что, если хотите расположить к себе человека, практически все движения должны быть открытыми, обращенными к партнеру или аудитории. Разнообразие. Не используйте одни и те же жесты во время разговора. Вы можете подчеркнуть разные фразы разными движениями. Тогда это будет смотреться естественно и не вызовет неприятного ощущения у ваших партнеров. Отрабатывайте жесты перед зеркалом до тех пор, пока они не начнут получаться естественно и легко. А потом потренируйтесь на своих друзьях. Выделите нужную фразу с жестами и интонацией и понаблюдайте за результатом. Через какое-то время вы сможете применять эту технику для своих целей. Удачи вам! Ну что, у нас пришло время первого розыгрыша. Не зря мы сегодня напоминали вновь номер телефона прямого эфира. 695-644. Друзья, набирайте эти шесть цифр, дозванивайтесь к нам, и мы сейчас расскажем, как вы сможете забрать первый приз. Это вот такую кружечку прекрасную с логотипами нашей программы. Ну как-как? Нужно будет правильно ответить на вопрос, как обычно мы его сейчас зададим, но сейчас сначала будет небольшая подводочка. Давайте разберемся, что делают люди, влюбленные пары, 14 февраля. Ну, конечно же, они покупают подарки, покупают открытки, и как-то вот в виде сюрприза их дарят, или прямо вот сразу так вот в глаза дарят, да дарят, но при этом думают, что же нужно сказать такого приятного, красивого, или, допустим, каким образом все-таки преподнести этот подарок, но самое важное, каким образом оказать знак внимания, для того, чтобы твой партнер почувствовал себя важным, ценным и любимым. Вот такие раздумья, такая, значит, проблема была всегда, во все времена, и вот в 18 веке ее попытались решить. В одной стране в 1797 году было издано руководство для молодого человека по написанию «Валентинок». То есть если сейчас родители своим детям пытаются объяснить, что нужно писать, как ее, значит, делать, то раньше было целое руководство. Оно содержало множество стишков, рекомендаций, и было призвано помочь незадачливым Ромео, которые ввиду отсутствия фантазии и воображения не знают, как вот красиво сделать, значит, Валентинку написать, подписать, чтобы вас поняли. А руководства для женщин не было, да? Нет. В те времена только мужчины могли ухаживать за девушками. Так вот, уважаемый телезритель, мы решили у вас спросить, что же это такая за прогрессивная страна была, которая уже в 18 веке предложила первое руководство, так называемое, по ухаживанию за лучшей половиной человечества. Номер телефона 695-644, дозванивайтесь, назовите эту страну, европейскую, сразу и подсказочку, это европейская страна, скажите, что это, и мы вам отдадим вот эту прекрасную кружку. Пока ждем ваших правильных ответов, посмотрим погоду и потом вернемся в студию. С добрым утром всех влюбленных в жизнь. Сегодня 14 февраля. Дата особенная. Мы сегодня отмечаем День всех влюбленных. Влюбленным можно быть во много. Искусство, макраме, футбол. Я, например, влюблен в музыку и танцы. А что влюблены в это? Пока вы думаете, я вам расскажу, какая погода на сегодня. В Омске будет пасмурно, без осадков. Днем минус 11, ночью минус 13. В Калачинске также минус 11. Это температура на немние часы. Ночью до минус 14. Пасмурно и без осадков. В Знаменском пасмурно, без осадков. Днем 12. Ночью опустятся термометры, покажут минус 14. На юге района, в Чербакуле, минус 19 днем, минус 13 ночью. Солнце спрячется с облаками и не покажут ни лучика. Так что, чтобы создать вам настроение, я вам расскажу об одном из самых романтичных мест Кубы. Вородеро. Это очень популярный курорт и с одним из самых чистых в мире пляжей. Вородеро настолько сказочный и прекрасный, что при виде всех этих необыкновенных мест, палм и бескрайного океана, в вас могут рассыграться чувства. В части трепет, волнение, любовь, романтика. Я настолько рекомендую прилететь сюда и с любимым человеком, что атмосфера Вородеро настолько романтичная, что вам непременно захочется сделать предложение руки и сердца. А у меня сегодня есть одна просьба. Мужчины, будьте валентинами, имейте смелость признаться в чувствах лично. Без ватсапа, без телеграмма, без инстаграмма и без этого всего. Всех поздравляю с днём всех влюблённых. Чао-чао. Ну что ж, Лизбан Баро сказал, имейте смелость признаться в своих чувствах. А у нас все амичи сейчас буквально прильнули к экранам, взяли свои гаджеты в руки, отправляют нам сообщения. Да, буквально он развивается. У нас уже, да, трясётся, планшет читает. Я с удовольствием его сейчас прямо зачитаю. Но знаешь, сначала воспользуюсь служебным положением. Свою любимую жену тоже поздравлю. Юлечка, привет. Воздушный поцелуй улетел тебе. Юлечка, привет. Вот, дальше. Зачитываю следующее сообщение. Людмила к нам написала. Доброе утро, Константина Алена. Вас и всех с днём влюблённых. И наших детей с семьями Шерстобитовых. Михаила и Татьяна. У них два сыночка. Безграничного счастья им. Вот такое сообщение прилетает. Присоединяемся абсолютно ко всем словам. Вот такое сообщение. Любимый муж, я не представляю дня без тебя. Ты самый лучший и дорогой. Слава, ты моя роднулька. Твоя жена Наталья. Я тебя люблю безумно. Целую. Ой, какие приятные слова. Какие приятные милые слова. Да, да, да. Я прям тебе ещё попрошу. Ещё раз давай читаю. Я следующее зачитаю. Тут тоже всё хорошо. Самого дорогого и любимого человека на земле хочу поздравить с Днём Святого Валентина. Помни, я очень ценю твоё внимание, преданность, заботу, отзывчивость и благодарна за те минуты счастья и любви, которые ты мне уже подарил. Пусть этот день запомнится нам на всю жизнь, и невидимые крылья Амура унесут нас в неиссякаемую страну под названием Любовь. Александру от твоей пути. Ой, друзья мои, ну как же приятно. А ещё очень приятно, Константин, что у нас есть звонок, и мы можем сейчас поговорить с нашим телезрителем. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Екатерина. Очень приятно. Екатерина, очень приятно. Итак, вот мы вопросик такой задавали, значит, в какой же стране придумали вот такое руководство к действию для мужчин? Эта страна называлась Англия. Это правильный ответ. Екатерина, крыжечка, уходит к вам. Но у вас есть сейчас уникальная возможность в прямом эфире передать привет, может быть, с праздником поздравить кого-нибудь из друзей, родных, близких. Я передаю привет своим детям, Виталию и Викторию, я их очень-очень люблю. Здорово. Екатерина, спасибо большое вам за звоночек, вам хорошего дня. Трубочку не кладите, вам расскажут, где и как вы сможете заслуженный приз свой забрать. Ну а прямо сейчас, уважаемые телезрители, для вас, для всех наши тоже маленький подарочек. Рубрика «Смотри в оба» и потом дальше продолжим. Доброе утро. Сегодня посмотрим в оба и узнаем новый термин. Слышали что-нибудь о пасхалках? Это сленговый термин, который обозначает намеренно скрытые в фильмах или компьютерных играх детали, а также отсылки к другим произведениям. Иногда пасхалки маскируют очень глубоко, и чтобы их найти, нужно приложить определенные усилия. В США и других странах накануне Пасхи любят устраивать охоту за яйцами. Участники игры должны найти спрятанные предметы – пасхальные яйца. Именно из-за этого словосочетания и появилось слово «пасхалка». Со временем пасхалками стали называть любые отсылки. Но кинематограф знал этот прием задолго до появления самого термина. Все мы любим советские фильмы. И мультфильмы мы любим не меньше. А как насчет фильма и мультфильма одновременно? Догадались, о чем я? Мультфильмы с отсылками к кино. Некоторые мультяшные кадры удивительно напоминают кадры из любимых фильмов. Например, очень богат отсылками мультфильм «Приключения кота Леопольда». Здесь и белое солнце пустыни, и кавказская пленница, и джентльмены удачи, и даже операция «Ы». Вы не скажете, который час? Спокойной ночи, Леопольда. А вот еще один замечательный пример. Мультфильм «Пес в сапогах», который является экранизацией романа Александра Дюма «Три мушкетера» и при этом делает отсылку к известному фильму Хелькевича. Еще один пример можно увидеть в работе «Ограбление по». В части, посвященной ограблению в нашей стране, нарисованные уголовники удивительным образом похожи на Станислава Чекана и Савелия Краморова. А также тяжело не узнать о Ниськина в исполнении Михаила Жарова из фильма «Деревенский детектив». Многие советские фильмы стали классикой. Их разобрали на цитаты и смотрят до сих пор, даже зная практически наизусть. Неудивительно, что мультипликаторы старались приблизиться к этим шедеврам. Вышеперечисленные картины до сих пор вдохновляют режиссеров. Например, мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» был создан уже в наши дни. В одной из сцен Колыван говорит верблюду Добрыне. А теперь горбатый! Я сказал горбатый! Узнали, откуда это? Ну, конечно, место встречи изменить нельзя. Можно встретить и отсылку к более поздней киноработе. В другой сцене Добрыня на манер Данилы Багрова из фильма «Брат» спросил у Горыныча. В чем сила? В чем сила, брат? Вы себе не представляете, как много интересного вокруг нас, даже там, где, казалось бы, уже все известно. Так что внимательно смотрите в оба, находите отсылки. А если вдруг не получится, то я всегда готова помочь. Вот в следующий раз расскажу, как авторы подбирали имена своим литературным героям. Думаете наугад? Как бы не так. До встречи! Вот мы сообщение сейчас зачитывали, да, как вы признаетесь в любви, поздравляете с праздником, но мы подумали, что все-таки существуют же некоторые проблемы. К этому празднику мы все готовимся, но думаем, что же такое подарить, чем же удивить в этом году, где цветы взять, какой подарок выбрать. В общем, проблема эта есть, она всегда была, и вот всегда с ней приходится как-то бороться. Можно снова обратиться к 19 веку, веку романтизма. Вот в те времена дарили не просто подарки, а в первую очередь зашифрованные послания. Вот такой квест, это было самое интересное, признаться в любви, с помощью каких-то там рифм, вообще это письмо как-то передать, в общем, с содроганием, с трепетом. Возлюбленная получала эти строки. Что там все было так сделано, знаете, чтобы ты сам смог додумать смысл этого послания. Например, подарили тебе определенный цветок, вот, значит, безмерная любовь. Подарили другой, значит, у вас какие-то проблемы в отношениях. Может быть, тебе подарили какой-то колечко, значит, с каким-то значком, а этот значок тоже... И не забывай, у нас есть проблемы. Этот значок тоже не просто так делает, ну, то есть, что-то дозначил. Ну, на самом деле, имела значение не цена подарка, да, а вот именно его душевность и уместность, что важно. Вот дарили, допустим, рамки для портретов, ну, потом уже позже рамки для фотографий, а также вот какие-то там шкатулочки, в которые можно было складывать украшения. Да, ну, а вот сейчас в современном мире, особенно женатые пары, кто давно в отношениях, очень просто решают этот день, чтобы не заморачиваться о подарках. Они просто... Они просто идут и едят фастфуд. Или идут в ресторан. Ну, вот, чтобы сделать дома такой романтичный, приятный ужин, мужчины, прямо сейчас смотрите за Юрием Головым, он вам даст такой интересный рецептик, который можно будет сегодня дома приготовить. Да, 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 это будет лучше бутерброда. Готовь как шеф прямо сейчас. Дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Голов, Юрий, я бренд-шеф из Санкт-Петербурга. Сегодня мы будем готовить настоящее мужское блюдо, чтобы мужчины могли удивить своих дам. Что это будет у нас сегодня? Салат с печенью трески. В этом блюде главное выбрать треску, потому что печень трески обладает очень большим количеством витаминов. Что у нас будет? Вяленые томаты. Есть множество вяленых томатов. Эти вялится на 70%, есть на 30%, на 20%. Это все зависит от того, какая структура у них будет. Я предпочитаю в салатах вот именно вяленые на 70%. Они такие достаточно плотные, но имеют очень насыщенный вкус. К печени трески, к выбору ее надо подходить очень деликатно. Маринованное перепелиное яйцо. Это просто отваренное перепелиное яйцо. Когда закипает вода, я добавляю достаточно количества соли. И в кипящую воду добавляю уже перепелиное яйцо. Варится оно ровно минуту и 10 секунд. Получается, это правильно отваренное перепелиное яйцо, в котором желток сырой. Потом я его помещаю в свекольный сок. Это будет такой вишенкой в нашем торте. Есть еще один ингредиент. Это попкорн из гречи. Мы отварили гречу, высушили ее. И потом в раскаленном растительном масле взорвали. То же самое, что было когда-то там мы делали с пунчозой. Простые огурцы. Нарезаем их достаточно тонко. Провращаем их в такого рода рулетики закрученные. Ну что, начнем собирать наш салат. Для этого нам понадобится свежая зелень. Я использую лолроса, био, руккола. Любой салат подходит, какой вам нравится. Добавляем наш дрессинг. Он же заправка. Во всех странах называется это по-разному. В котором оливковое масло, варчестер, соевый соус, немного меда. Подкладываем огурец под салат, чтобы он стал еще пышнее, воздушнее и выше. Печень трески. Не забывайте возвышать свое блюдо, так же, как и своих женщин. Оно должно расти вверх, тогда оно будет вызывать в вас аппетит. Вяленые томаты. Немного арахиса. Наш попкорн из гречи. Он дает нам хрустящую ноту. Очередь дошла до перепелиного яйца. Самая важная часть, его оставит целостный желток, чтобы он не вытекал. На вершину. Немного соли. Оливкового масла. Мужчины, надеюсь, я не подведу вас своими сочетаниями, а вы удивляйте себя и своих близких. Повторяйте мои рецепты и будете звездой любого вечера. С вами был Голов Юрий. Дорогие наши влюбленные амичи, сейчас мы уходим на новости и совсем скоро с вами увидимся в этой студии в прямом эфире. На 12-м канале. Час новостей. В студии. На Черных доброе утро. Просят тишины, а мяча могут запретить шуметь днем. Сейчас новый закон обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы предлагают ввести ограничения на громкие звуки с 13 до 15 часов, а также с 19 до 9. Таким образом, политики отстаивают интересы семей с детьми. Говорят, балагуры за стенкой, нарушающие сон малышей, должны нести ответственность. Разбудил ребенка, заплати 40 тысяч рублей. Штрафы, согласно законопроекту, для юридических лиц предусмотрены серьезные. А вот для физических лиц максимальная санкция 3 тысячи. Впрочем, суммы еще могут измениться. Законопроект будет дорабатывать Минюст. Получить маткапитал станет проще, как сообщили в Министерстве труда. Для этого не нужно будет даже писать заявление. Сумму начислят автоматически на основании записи о рождении ребенка в ЗАГСе. Планируют упростить и получение пособий на детей от 3 до 7 лет. Это касается семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Все документы, в том числе справки о доходах семьи, органы соцзащиты смогут получать самостоятельно. Между ведомствами наладят электронный документооборот. Предполагается, что новая система заработает уже в этом году. Амичи смогут оплачивать льготный проезд обычной кредиткой. Услуга будет доступна пенсионерам, студентам, многодетным родителям. Для этого банки разрабатывают специальный сервис. С его помощью при расчете пластиком в транспорте все положенные скидки сохранятся. Напомню, сейчас получить льготу на проезд можно только с помощью соответствующей карты. Новая система начнет работать уже в этом году, причем сразу в десятках регионов. Для того, чтобы оформить имеющуюся кредитку как социальную, не нужно собирать множество документов. Достаточно написать заявление в пенсионном фонде. Повод устроить романтическое свидание дома. Именно так День всех влюбленных отметят россияне. Аналитики проанализировали продажи. Накануне романтической даты увеличился спрос на праздничную атрибутику и готовую еду. Особенно популярны воздушные шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн. В качестве подарка влюбленные чаще выбирают ювелирные украшения. Так, кавалеры скупают кольца и цепочки с кулонами в форме сердца. Дамы балуют свои вторые половинки золотыми и серебряными запонками. В среднем подарок Валентина в день обходится в 2000 рублей. Это без учета обязательных атрибутов. Букета цветов и плюшевого медведя. Как День всех влюбленных проводят омичи. Что дарят, какие устраивают сюрпризы и где организуют необычные свидания. И есть ли в городе убежденные романтики, готовые потратить все состояние на миллион алых роз. Материал об этом смотрите сегодня в итоговом выпуске «Часа новостей». И сегодня же в день Святого Валентина в Омске откроют новый ЗАГС. Заработает он в Кировском округе по улице Дмитриева. Для новоселья уже все готово. Уютный зал для торжественных регистраций европейского типа. Комната жениха и невесты. Рабочие кабинеты для сотрудников. В здании заменили пожарно-охранную сигнализацию, обновили фасад и коммуникации. Несмотря на то, что ЗАГС откроют сегодня, первые молодожены зарегистрируют свой брак в популярную для свадеб 2020 года дату 20 февраля. Предложили не сжигать масленицу, а перевоплотиться в нее. Региональный Минкульт объявил очередной конкурс, посвященный проводам зимы. Принять участие могут все желающие. Условия просты. Нужно подготовить интересную визитку. В творчестве не ограничивают. Можно представить как вокальные, так и танцевальные номера. Но лучше подготовить сценку. Оценивать жюри будет не только сценарий, но также костюмы и грим. Вариации на современный лад приветствуются. Победителя ждет приз. Правда, какой организаторы пока держат в секрете. Напомню, масленица на Любинском пройдет 1 марта с 12 до 16 часов. Самые романтичные истории в одной постановке. Театр кукол Орликин порадует омечей новым спектаклем. По словам режиссера, это будет некая смесь Золушки, Ромео и Джильетты и Красавицы и Чудовища. Программу приурочат ко дню всех влюбленных. Но зрителей ждут не только сладкие диалоги. Артисту устроит яркое фехтовальное шоу. Так что любителям рыцарской культуры точно понравится. Постановка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Длится один час. Повторный показ планируется 8 марта. Омечей боятся сплетен и скандалов из-за служебных романов. Это результаты опросов одного из сайтов по поиску работы. Больше половины респондентов считают романтические отношения уместными. Но каждый четвертый уверен, от руководства их лучше скрывать. Треть опасается сплетен. Впрочем, главной проблемой. Романа с коллегой называют то, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе. Или даже приведут к увольнению. Спросили у омечей, что они выберут. Карьеру или любовь. Большинство уверены, всегда можно найти компромисс. Четверть готова пожертвовать отношениями. И только 14% выберут любимого человека вопреки всему. Обо всех событиях дня расскажем в часе новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Не просто доброго, а по-настоящему романтического, великолепного, наполненного любовью утра желаем вам мы, Константин Поминов. Я, Алена Зарина. Напоминаем, что сегодня пятница, 14 февраля, день всех влюбленных. Ну и просто прекрасный день, последний день рабочей недели. Собственно говоря, пятница. Это значит, что завтра выходные. Но сегодня еще немного работы, и вот полезной и хорошей, и энергичной информации будет сегодня много. А вот ближайшие полчаса, что будет, расскажем в анонсе. Звукотерапия. Это не просто влияние необычных и красивых звуков на человека. Звукотерапия, это еще и массаж. О нем расскажет Наталья Фаткина. Как бы ни хотелось уже весны, ждать ее придется столько, сколько погода прикажет. Мы лишь можем констатировать ее настроение. Лиз Банбаро, как рупор метеорологических сведений. В омских школах карантин. Переходим на телеобучение. В прямом эфире программы «Наше утро» урок вкусного русского языка от Андрея Крылова. От любви до ненависти и снова до любви. Спасаем взаимоотношения любящих людей вместе с гостем студии. Вообще, конечно, любовь любовью, а учиться все-таки нужно и на работу ходить в том числе. Ну а если уж совсем лень и совсем не хочется, то я предлагаю просто изменить подход. О чем я говорю? А я говорю о том, что существует среди людей четыре типа восприятия. Это аудиал, визуал, кинестет и дигитал. Да, ну давайте тогда поподробнее разберемся с этими типами. Вот, значит, визуал. Это когда у вас доминирующим является зрительная система обработки информации. То есть форма, расположение цвета. То есть когда вы любите, можно так сказать, глазами. Смотрите и выбираете. Если у вас преобладает слуховая активность, значит, здесь у вас звуки, мелодии, их тон, тембр, голоса, чистота этого звука. То есть фактически, да, если тебе секретарь говорит, я подготовила для вас документы, посмотрите. Нет, я аудиал, вы мне, пожалуйста, аудио запишите. Да, да, да. Какие там списки гостей ко мне, на какое совещание придут, так. Киноэстетика. Доминирующим является чувственная информация. То есть прикосновение, вкус, запах, ощущение текстур, температура. То есть здесь прикосновением нужно решать моменты. То есть берешь, вот смотришь диван, вроде на вид ты не понимаешь, нравится он тебе, не нравится. Вот подошел, потрогал, мое, мое, остаюсь. Да, 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 можно даже с закрытыми глазами. Да, вот таким образом. И дигитальное. Это связано с логическим построением внутреннего диалога. Ну, это вот самое, мне кажется, сложное, это когда вы не просто спорите, а еще и сами с собой спорите. Трудно же этому человеку диван-то выбросить. Здесь у вас сидит кто-то за, здесь кто-то против, и говорят постоянно да, нет, да, нет, и вы пытаетесь решить. Я хочу немного раскрыть эту тему. Есть такая история, когда маленького ребенка родители никак не могли научить считать. Они ему и палочки предлагали, и яблоки вот, значит, давали туда, раскладывали и так далее. Не получалось ничего. Пришли к учителю, учитель посмотрел внимательно, послушал ребенка, сказал, родители, постойте в стороне. И с этим ребенком пошел на улицу, говорит, давай прыгай с камушка на камушек. И приговаривал, один, два, три, четыре, вот так они попрыгали с полчасика, или сколько там уже. И ребенок потом на вопрос учителя, сколько же камней он перепрыгнул, говорит, четыре. Ну, то есть ребенок воспринял кинестет, да, он с ощущениями понял, что сейчас начинается счет. Вот, собственно, небольшое доказательство. Мы это все к чему? К тому, что все эти терапии, ну, необычные, так называемые, нестандартные, они очень полезные, и пользоваться ими можно и нужно. И вот Наталья Фаткина специально для вас приготовила сюжет о звукотерапии, которая тоже... Благотворно влияет на человека. Давайте смотреть. Поющая чаша не только музыкальный инструмент. Ее пронизительный звук, наверное, самое приятное лекарство. В доме Евгения за семь лет практики их набралось с десяток. Это чаша, которая состоит из пяти, семи, девяти, ну, сплав таких металлов, и можно по-разному воздействовать. И, соответственно, оказывать или возбуждающее воздействие на человека, или, наоборот, успокаивающее. Легкое движение деревянной стикой по краю, и лечебный сеанс начинается. Деревянной частью начинаете крутить. Можете по часовой, можете против часовой стрелки. Да, ладошка выпрямлена, да, пальцы вместе, и прям немножко помедленнее. То есть это процесс такой медитативный. Родина поющих чаш – Северная Индия и Непал. Буддисты использовали их в медитациях, а Евгений – для звукового массажа. Откликаются внутренние органы. То есть если сердцебиение было усилено, то частотой, я примерно скажу, около 500 герц идет успокоение сердечного ритма. Воздействие чаш можно почувствовать даже не прикасаясь к ним. Тонкая вибрация ощущается на расстоянии. Другой способ – контактный. В чашу можно вставать ногами, надевать на голову или поставить на себя. Нужно будет лечь, я поставлю на вас чашу, вы ощутите на себя. Это не больно? Нет, это очень приятно. Ладно, тогда давайте попробуем. Так, чашку вставлю вам в правую ладонь. И чашки тоже 20-сантиметровые ставятся, они, как правило, тоже на ладони, на левую ладонь. Хорошо. Одну чашечку вам поставлю аккуратно на живот. И одну чашечку поставлю на грудь. Ох, ну это, конечно, очень необычное ощущение. По телу как будто бы очень много маленьких мурашек бежит, но это очень приятно на самом деле. Расслабляешься и чувствуешь себя где-то далеко-далеко-далеко, как будто бы на отдыхе побывала. Для одних этот звук приятный и спокойный, для других – резкий. Но каждому чаши дарят возможность побывать на отдыхе, не покидая собственного дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остается, да, это женщины. Ну, то есть многие могли бы сказать, ну это понятно, у мужчин более аналитически сложенный ум, поэтому для них это как бы логичнее, что ли, понятнее. Но вот здесь у одного процента, у женщин-программистов, так сказать, есть козырь в рукаве. Дело в том, что первым IT-специалистом в истории была женщина. Женщина. Женщина, британка. Именно она в 19 веке написала алгоритм для аналитического агрегатора. Поэтому, уважаемые телезрители, вот сегодня, еще и в день компьютерщика, мы бы хотели, чтобы вы дозвонились к нам в студию по номеру телефона 695-644 и назвали же, как зовут эту прекрасную женщину, которая была первым IT-специалистом вообще в истории. Какая же она молодец, все, что я могу сказать. Еще раз напоминаю, номер телефона 695-644, дозванивайтесь, скажите, как зовут эту прекрасную женщину, и потом вы получите два билета в театр на 16 февраля. Вот прямо сейчас мы их разыгрываем, нужно только нам дозвониться. А еще у нас большой молодец Лизбан Баро, который нам регулярно сообщает о прогнозе погоды. И прямо сейчас он уже готов выступить. С добрым утром всех влюбленных в жизнь. Сегодня 14 февраля. Дата особенная. Мы сегодня отмечаем День всех влюбленных. Влюбленным можно быть во много. Искусство, макраме, футбол. Я, например, влюбленный в музыку и танце. А что влюбленный в? Пока вы думаете, я вам расскажу, какая погода на сегодня. В Омске будет пасмурно, без осадков. Днем минус 11, ночью минус 13. В Калачинске также минус 11. Это температура на немние часы. Ночью до минус 14. Пасмурно и без осадков. В Знаменском пасмурно, без осадков. Днем 12. Ночью опустятся термометры, покажут минус 14. На юге района, в Чербакуле, минус 19 днем, минус 13 ночью. Солнце спрячется с облаками и не покажут ни лучика. Так что, чтобы создать вам настроение, я вам расскажу об одном из самых романтичных мест Кубы. Вородеро. Это очень популярный курорт и с одним из самых чистых в мире пляжей. Вородеро настолько сказочный и прекрасный, И что при виде всех этих необыкновенных мест Палм и Бескрайного океана В вас могут рассыграться чувства. Части трепет, волнение, любовь, романтика. Я настолько рекомендую прилететь сюда и с любимым человеком, Что атмосфера Вородеро настолько романтичная, Что вам непременно захочется сделать предложение руки и сердца. А у меня сегодня есть одна просьба. Мужчины, будьте валентинами, имейте смелость признаться в чувства лично. Без Ватсапа, без Телеграма, без Инстаграма и без этого свода. Всех поздравляю с днем всех влюбленных. Чао-чао. Есть у нас телезритель, который уже дозвонился и готов забрать два пригласительных билета. Доброе утро, как вас зовут? Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Екатерина, очень приятно. Итак, как же звали эту прекрасную женщину-IT-специалиста, которая вот первый алгоритм-то написала? Это правильный ответ. Вот она на ваших экранах, ее даже видно, вот такая прекрасная женщина. Екатерина, ну может быть, кому-то в любви будем признаваться? Есть у вас какие-то приветы, да, или история, может быть, из жизни? Да, истории очень много, знаете, просто вот вся жизнь, как говорится, сплошная любовь. И к животным, и к людям, и к мужу, и вообще к близким. Это действительно, вот я считаю, День Святого Валентина не только влюбленных, ну, друг в друга, но вообще... Я вас поддерживаю. По жизни, да, такой. Ой, вот всем привет. Здорово, спасибо большое, Екатерина, что дозвонились. Спасибо огромное, очень нравится, это ваша. Два билета в театр на 16 февраля вы забираете, себе вам расскажут, где и как вы сможете их забрать. Но прямо сейчас у нас время рубрики «Вкусный русский», но после нее мы в нашей студии будем встречать очень интересного гостя, который поможет нам разобраться в семейных отношениях. Рубрика, а потом гость. Поехали. Здравствуйте. Шанечка, привет. Базилик, базилика, базилика. Что не поняла? Тогда предлагаю обратиться к словарям, они наши с тобой главные помощники. Начнем с базилики, или, если хотите, с базилики. Несмотря на загадочное и романтическое звучание, само это слово обеспечивает строгое архитектурное понятие. Базилика – это здание, вытянутый прямоугольной формы, разделенное внутри рядами столбов или колонок. В Древнем Риме такие здания предназначались для торговли и судопроизводства. А потом, через века, это стало основой строительства христианских храмов. Откуда же взялось это колебание в ударении? То базилика, то базилика. Не только мы с вами сомневаемся. У великих поэтов в этом слове тоже имелись разночтения. Валерий Брюсов писал про базилик рухнувших ступеней. А Иван Бунин, ну, как ты помнишь, под византийской ветхой базилик. Дело в том, что латинское слово «базилика», как это вообще часто было с латинскими словами, произошло от греческого «базиликос», что значило «царский царство». Вот и сохраняется в одном из вариантов ударение языка посредника. Заметьте, оба варианта – варианты нормы. Вот заговорили о Средиземноморье. Итак, салатика свеженького захотелось. Да, согласен. И морепродуктов. Спора не получается. А вот интересно, что мы добавляем в салаты? Базилик или базилик? Шанечка, не возмущайся и не пугайся. Некоторые старинные словари действительно приводили ударение «базилик». Проблема та же слова заимствовалась через французское посредничество. Во французском на последний слог «базилик» с ударением на последнем слове. Обратите внимание. Но в латинском-то было «базилик» с ударением на второе. Сейчас только «базилик». Совсем запуталась? Сейчас распутаем. Словарь ударения Ирины Лизниченко предлагает на этот случай простую запоминалку. Через легкое слово «розмарин». Иными словами, розмарин – базилик. Вот и все. Розмарин – это тоже популярная Средиземноморская приправа. Считается символом здоровья, долголетия. В переводе «розмарин» означает «морская свежесть». Хорошего вам настроения. До встречи. В день всех влюбленных мы решили поговорить не про комплименты, а про сложности в отношениях и как их решить. А поможет нам разобраться в этой теме сексолог Сергей Александрович Тимофеев. Доброе утро, Сергей Александрович. Здравствуйте. Сергей Александрович, ну вот первый вопрос, наверное, такой в лоб. Бывают ли отношения без ссор, вот на ваш взгляд? Слава богу, нет. Вот это мне уже нравится, да, да, что все-таки это нормально, да, когда люди ссорятся? Нет, это слово даже нормально здесь у нас не подойдет или ненормально. Так должно быть. Дело в том, что как только два человека встречаются, ну, неважно где, кто, как, начинается доминирование. Ну, в начале, да, идет влюбленность, природа так нас сделала, вообще свести мужчину и женщину очень сложно было вместе, как представителей вида, и заставить их что-то вместе производить. И вот эволюционность сложилась в начале, это такой феномен, как любовь, да, это, значит, фенилэтиламин выбрасывается, наркотик такой внутренний. И отключается центр критики. И вот под этим шампанским, да, происходит знакомство и пара каким-то образом производит детей. Ну, это эволюционный, да, вот это такой. А вот дальше, когда вот этот, проходит, да, пена от шампанского, два человека видят друг друга и начинают думать, а кто тут главный? И появляется ссора, как таковая, да. Каждый начинает, ну, вот, я хочу так, а второй говорит, я хочу эдак. Так, и, соответственно, вот как эта ссора проходит, да, здесь уже начинает проявляться, ну, эта пара будет устойчивая или она развалится. Соответственно, чем быстрее начнутся ссоры, тем меньших ошибок пара может совершить, да, и каждый, вот уже протрезвев, начинает понимать, он сможет с этим человеком жить долго, да, воспитывать детей или нет. Или вначале они произведут детей, а потом начнут чесать голову, вообще, каким там жить дальше и что делать со всем, то, что накопилось. То есть, я так правильно понимаю, что есть определенные модели поведения у каждой из сторон, да, вот, и исходя из этой модели поведения уже потом будет понятно, то есть, смогут ли они найти точки соприкосновения, либо не смогут? Вот. Ну, модели поведения, они формируются, то есть, они у каждого есть свои, они, ну, если мы говорим о молодых людях, да, здесь же разные возрастные страты, там, 20 лет одни. Ну, они податливее, безусловно, да, пластилиновей. Они, с одной стороны, податливее, с другой стороны, у них нет еще вот такой выраженной модели, или же эта модель навязана родителями. И борются, как правило, две модели вот этих родительских семей. Ну, если раньше родительские семьи, они были примерно в одних, да, там, патриархальные, две патриархальные встретились, примерно две, одна модель работает для двоих. То вот сейчас, ну, вот так сложилось, да, что винегрет такой существует. Я, знаете, о чем подумала? Ну, ведь не все люди хотят отстаивать свои позиции. Ну, на самом деле, у меня, допустим, есть свои принципы, но спорить я с тобой не хочу. Потому что это неважно сейчас для вас, но по настоящим принципам вы будете спорить. Все-таки буду спорить, да, потом? Да, вы со мной уже спорите. Да, да, кстати, только хотел сказать об этом. Вот, я, то есть, то есть это неизбежно, да, все-таки? Да, да. И это полезно. Дело в том, что вот два человека начинают обкатываться, и, конечно, вот эти первые годы самые сложные, если пара формируется, да, когда становится ясно, ну, смогут они дальше жить там или нет. Я все-таки хочу понять, до какой степени можно отпустить свои принципы, и в какой момент нужно схватиться и сказать, нет, вот это вот граница, через которую нельзя переступать. Где понять? А у каждого как раз свои системы ценностей. Вот вы говорите, да, вот пойдет он пить пиво, да, или там коньяк, мне совершенно безразлично, да, или там будут с ним Ваня, Петя, там этот, или другой комбинация мужчин. А вот если он пойдет с женщинами пить, да, то тут мои принципы сработают. А вот интересно, кстати, про ревность тоже. Вот она должна существовать в отношениях, или это какое-то такое негативное чувство? Это, знаете, как сгибатели и разгибатели, да, как плюс и минус. Она необходима. Это еще одна эволюционная, выработанная функция, что ли, да? Функция, да, спасибо. Которая нам и позволяет, ну, вот, собственно, формировать пару. Да, дело в том, что мы вот такие узконосые, бесхвостые обезьяны, да, наш вид, который формирует пары на какое-то время, ну, скажем, на два-три года. Да, но наша культура, да, вот потом наша цивилизация сформулировала идею, что пара вообще должна жить долго и счастливо, там, на протяжении, ну, 30 лет, там, да, еще больше. И вот этот конфликт биологии, с одной стороны, да, и социальных установок, он приводит к тому, что, ну, бесконечно человечество, да, создает произведения литературы, трагедии, комедии, да, где все только и делают, что разбираются в своих отношениях, да, мы в театре, ну, или в жизни, в жизни это хуже, конечно, смотрим, да, за развитием все. Кто-то попкорн сидит, да, так живет, а кто-то участвует вот непосредственно в виде главных героев, там, вот этих всех трагедий. И поэтому ревность, она, конечно, нужна, она позволяет, ну, мужчине определить, да, женщина всегда знает, чей ребенок у нее, ну, во всяком случае, это ее ребенок, как минимум, правда? Вот, а мужчина в этой ситуации не всегда знает, поэтому ревность, ну, скажем, если мы берем мусульманский стран, да, там ритуалы существуют, каким образом, да, женщину защищать, чтобы, ну, вот, точно она была, ну, вот, мужчина понимал, да. То есть ревность хороша, да, нужно поставить в голову, заставить ревновать. Опять, она не хороша и не плоха, знаете, как погода, она есть просто, да, если ревности нет, значит, нет и интереса к человеку. Вот у меня как раз в продолжение вопрос такой, обращаются ли к вам пары, которые говорят наоборот, то есть приходят и говорят, знаете, вот мы не ругаемся, мы не знаем, что происходит, но мы не ссоримся, вот у нас вот... Мне кажется, они вообще никогда даже и не придут, да, они не в поиске находятся. Ну, во-первых, ну, как, знаете, в анекдоте там, да, к доктору, к сексологу приходят, да, и тот спрашивает, ну, что, жаловаться пришли? Говорит, нет, хвастаться. Ну, живут и живут, да. Смотрите, один вариант, если они оба флегматики, да, у которых очень высокий, там, степень толерантности, да, и они вот действительно... И второй вариант, ну, или их много может быть, но один из, да, когда они совершенно безразличны. Ну, вот их сферы интересов лежат в разных плоскостях, да, а вот кто будет готовить или там убирать квартиру, или еще что-то такое делает, да, или там водить детей куда-либо, для них уже решено. А какой сферы интересов достаточно для того, чтобы паре было друг с другом интересно? Ведь у них же разные профессии, быть может, там, разные увлечения, хобби, спортом, один занимается, не занимается, но полюбили друг друга. И вот где эта точка должна быть соприкосновения для того, чтобы, ну, поддерживать постоянный интерес, да, было о чем поговорить. А знаете, я возьму ваши чашки сейчас. Да, да, да. Погадаю немножко, да? Здорово. Смотрите, у меня такая модель в свое время сформировалась. Вот одна личность, вот вторая личность, и они перекладываются, да? Так. И вот то, что накрылась, да, это сфера семейных интересов. Вот она может быть вот такой, да, она может быть совсем, это не точка, да, это площадь некая. Так. Вот, и для каждой пары существует оптимальное перекрытие, да, вот здесь личное пространство каждого. А вот здесь то, что перекрылось, да, это вот то, что является сферой семейных интересов. Ну, каждый человек, понимаете, для вас, например, важно, да, чтобы ваша зона была большая, а для женщины, да, это там, к примеру, ну, вам, да, кажется, что она должна быть маленькой. И вот конфликт возник. Ну, если они в конце концов пришли к тому, что вот устраивает обоих, да, вот это соприкосновение, то, ну, пара может жить долго. Слушайте, такой простой совет и наглядный. Фактически сейчас, если есть какие-то натяжения в отношениях, каждый, да, берите тарелки, да, можно сначала определить вот эту вот площадь, да, своего личного пространства, да, потом развить и сказать на счастье. Спасибо вам огромное. К сожалению, время беседы подошло к концу. Я думаю, что все советы, которые вы сказали нашим телезрителям, пригодятся, потому что все-таки вот эти понимания отношений должно быть и правильно решать ссоры, которые, как мы уже определились, должны быть, они есть, и с ними, ну, не нужно таким каким-то кардинальным образом бороться. Просто с ними нужно позаниматься. Вот и все. Вам большое спасибо, хорошего дня. Уважаемые телезрители, прямо сейчас выпуск программы «Час новостей», потом снова встречаемся в нашей студии. На 12-м канале «Час новостей», в студии «Начерных», доброе утро. Просят тишины, а меча могут запретить шуметь днем. Сейчас новый закон обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы предлагают ввести ограничения на громкие звуки с 13 до 15 часов, а также с 19 до 9. Таким образом, политики отстаивают интересы семей с детьми. Говорят, балагуры за стенкой, нарушающие сон малышей, должны нести ответственность. Разбудил ребенка, заплати 40 тысяч рублей. Штрафы, согласно законопроекту, для юридических лиц предусмотрены серьезные. А вот для физических лиц максимальная санкция 3 тысячи. Впрочем, суммы еще могут измениться. Законопроект будет дорабатывать Минюст. Мечтает снова дышать свободно. Страшный диагноз перевернул жизнь Галины Кухмистровой. В какой-то момент логопед по профессии поняла, что начинает испытывать те же проблемы, что ее ученики. Она стала с трудом произносить слова. У амички боковой амиотрофический склероз. Болезнь, которая уничтожает клетки нервной системы и вызывает мышечную слабость. Сейчас женщина не только лишена дара речи, не может ни нормально питаться, ни полноценно дышать. Лечения от этого заболевания нет, но помочь женщине можно. Как расскажет Елена Смирнова. Поделиться эмоциями или попросить о помощи Галины Кухмистрова теперь может только на бумаге. Учитель русского языка и логопед-дефектолог со стажем. Почти за полвека работы в коррекционной школе помогла заговорить тысячам особенных детей. С подопечными занималась даже на пенсии, пока сама по злой иронии судьбы не потеряла дар речи. Мама начала жаловаться, что у нее замедляется речь. То есть она нас спрашивала, вы не замечаете, что я медленнее стала говорить? Мы говорим, мам, вроде нет, может быть, мы сами иногда, бывает, торопишься, бывает, вроде медленней. И потом вот у нее, мы сами стали уже замечать, что действительно речь стала медленней. Мы начали обращаться вот по докторам, по врачам. Мы даже до сих пор с этим не смирились. И мама тоже не смирилась. Потребовалось несколько обследований, прежде чем врачи назвали страшный диагноз. БАС, боковой амиотрофический склероз. Недук редкий, в области ежегодно фиксируют от силы 10-15 случаев. Причины до конца не изучены. Симптомы тяжелые. Из-за поражения нейронов мозга мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Интеллект сохраняется, а способность говорить, ходить, дышать и глотать теряются. Уходит вес. Еще неделю Галина проведет в медико-хирургическом центре. Здесь ее установят гастростому. Это специальная трубка, помогающая пациенту питаться. Гастростому необходима. Почему? Потому что пациент не может глотать пищу. А кроме этого, у многих пациентов, помимо, вот у нее, как бы, это сохранно. У них очень выражена гиперсоливация. И слезотечение происходит постоянно. Они не то, что не могут говорить. Они даже не могут ходить без платочка. Галину поддерживают дети. Дочь рядом почти круглые сутки. Да она и сама не сдается. Пациент тщательно собирает всю информацию о своем недуге. Излечить болезнь, увы, нельзя. Но облегчить страдания реально. Галина обратилась за помощью в благотворительный фонд «Обнимая небо». Сейчас идет сбор денег на жизненно необходимый аппарат для искусственной вентиляции легких. Уже сейчас нужен такой аппарат «Нивэл» для того, чтобы ночью подключать его. И ночь проходила спокойно, чтобы дыхание было ровным и человек высыпался. В дальнейшем эти периоды использования аппарата будут длиннее. И в последующем он постоянно будет нужен, круглосуточно. Болезнь прогрессирует. Прибор, помогающий дышать, нужен как можно скорее. Его стоимость почти 192 тысячи рублей. Пока собрана лишь малая часть. Поддержать Галину может каждый амич. На сайте фонда или отправив смс с суммой пожертвования на короткий номер 3434. Любая помощь неоценима. Елена Смирнова, Александр Саражин, 12 канал. Повод устроить романтическое свидание дома. Именно так день всех влюбленных отметят россияне. Аналитики проанализировали продажи. Накануне романтической даты увеличился спрос на праздничную атрибутику и готовую еду. Особенно популярны воздушные шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн. В качестве подарка влюбленные чаще выбирают ювелирные украшения. Так, кавалеры скупают кольца и цепочки с кулонами в форме сердца. Дамы балуют свои вторые половинки золотыми и серебряными запонками. В среднем подарок Валентина в день обходится в 2000 рублей. Это без учета обязательных атрибутов букета цветов и плюшевого медведя. Как день всех влюбленных проводят амичи? Что дарят? Какие устраивают сюрпризы? И где организуют необычные свидания? И есть ли в городе убежденные романтики, готовые потратить все состояние на миллион алых роз? Материал об этом смотрите сегодня в итоговом выпуске Часа новостей. Обо всех событиях дня расскажем в Часе новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Дорогие наши, доброго, придоброго вам утра. Желаем мы, ведущей программы «Наше утро» Константин Поминов. И Алена Зарина. Сегодня 14 февраля. Прекрасный день, который собрал в себе кучу праздников. Во-первых, день всех влюбленных. Во-вторых, день компьютерщика. И много-много всего хорошего и интересного. И просто пятницу, я бы даже сказала. Для кого-то это тоже огромный праздник. Поэтому сегодня заряжаемся позитивом, энергией. Пытаемся сделать ваш последний рабочий день на этой неделе. Ну, таким вот хорошим, веселым, задорным. Чтобы вы уже думали о выходных, но и работу не забывали. Поэтому полезная информация для вас сегодня будет еще. А какая конкретно, прямо сейчас в анонсе расскажем. Заставлять себя работать не нужно. Если не хотите, то нет. Уволиться мы вам не предлагаем. Мы советуем сначала настроиться. Рубрика «Анастасия и вареник» вам в помощь. Загадки мультипликаторов. Валентина Савенко выяснила, в какие советские мультфильмы перекликаются с известными кинолентами. Любовь – это нет. Мы не дадим точного ответа на этот вопрос. Не потому что не знаем, а потому что не станем конкурировать с детской логикой. Скоро своими мыслями ребята поделятся в сюжете. Сопли, кашель, температура – вечные спутники зимы. Некоторые предприниматели придумали наживаться на простывших и поднимают цены на лекарства. Как дела обстоят в Омске, поговорим с гостем. Как же приятно. В сегодняшний день работать, дорогие друзья, осознавать, что вы сейчас включили свои телевизоры. Мы призываем вас писать нам сообщения, признаваться в любви своим дорогим и близким. С удовольствием будем их читать. И, Константин, я заряжаю тебя на добро, пожалуйста. У нас очень много сообщений в честь неовлюбленных. Давай, выбирай скорее. Итак, готов я зачитать. В общем, номер телефона, уважаемые телезрители, есть на ваших экранах. Можно писать к нам на WhatsApp. Здравствуйте, мои дорогие ведущие. Хочу поздравить свою любимую жену Артеменко Татьяну. Хочу сказать ей, что я ее очень сильно люблю. Муж Федор это нам написал. Ой, как приятно. Вот, вот такое сообщение. Так и хочется сказать. Любовная любовь. С добрым и прекрасным праздничным утром. Очень дорожу своей второй половинкой. Влюбилась в него с первого класса, а уже как с одиннадцатого класса пять лет вместе. Когда сказала ему о том, что была влюблена с первого класса, он мне не поверил. Но я вам правду рассказала. Всем счастья, любви. Никита, пора уже верить. Очень тебя люблю. Ну ничего себе, такие бывают романтические истории. История из жизни, да. Вот это точно настоящая вторая половина. Поздравляю свою вторую половинку. Анастасию Шайдорову, Настенька. Я тебя очень люблю. Ваш звукорежиссер Михаил. Вот такое сообщение. А итак, друзья мои, прямо сейчас мы вам предлагаем еще писать к нам на WhatsApp. Можно также дозвониться в студию. Номер телефона 695-644 в прямом эфире. Константин, я что еще придумала? Друзья мои, давайте присылайте свои фотографии. Да, вот вы, дорогие, такие парочки влюбленные. И мы покажем в эфире ваши счастливые лица. Да, ну а чтобы вот эта тема сегодня, Дня всех влюбленных, не сбивала вас с рабочего настроя, хоть и пятница на дворе, прямо сейчас предлагаем посмотреть рубрику, которая вас точно смотивирует на последний рабочий день. Доброе утро. Сегодня я поделюсь с вами лайфхаками для жизни из области моих профессиональных знаний. Что такое невербальное общение? Почему важно управлять своим телом? И как сделать свою речь более эффективной? Поговорим о жестах. 55% информации в разговоре передается телодвижениями. 7% словами. 38% голосом и интонацией. Положение тела, мимика и жесты – это инструменты, которые помогают управлять вниманием собеседника. Незаметно для него внедрять отношение к себе, к другим людям и идеям. Почему так происходит? В разговоре все внимание уходит на слова, а жесты и интонации никто не контролирует. Большинство людей не следят за своими движениями во время разговоров и напрасно. Жесты не осознаются, поэтому информация, переданная через них, попадает прямиком в подсознание. Человек не осмысливает языка жестов, а значит, не может оспорить их, и они свободно влияют на его поведение и настроение. Давайте посмотрим, какие жесты помогут вам в разговоре с партнерами. Есть принципы, которых лучше придерживаться, используя невербальное общение. Первый – это естественность. Все занятия по внушению через жесты должны проходить в расслабленном состоянии. Вы не должны чувствовать себя скованно или напряженно. Тем самым мы транслируем уверенность в себе. Симметрия – жестикулировать лучше обеими руками, одновременно или попеременно. Это может подчеркнуть вашу собранность и знание вопросов. Продуманность – если вы общаетесь в небольшой компании, не стоит применять театральные жесты, широкие взмахи руками, круги. Пусть жесты соответствуют ситуации. Открытость – если во время жестов руки повернуты ладонями к собеседнику, это внушает ему доверие и говорит об открытых намерениях. Так что, если хотите расположить к себе человека, практически все движения должны быть открытыми, обращенными к партнеру или аудитории. Разнообразие. Не используйте одни и те же жесты во время разговора. Вы можете подчеркнуть разные фразы разными движениями. Тогда это будет смотреться естественно и не вызовет неприятного ощущения у ваших партнеров. Отрабатывайте жесты перед зеркалом до тех пор, пока они не начнут получаться естественно и легко. А потом потренируйтесь на своих друзьях. Выделите нужную фразу с жестами и интонацией и понаблюдайте за результатом. Через какое-то время вы сможете применять эту технику для своих целей. Удачи вам! Совсем скоро начнется масленичная неделя. Если быть точным, то с 24 февраля. Ну а там дальше масленица, масленичные гуляни. И что интересно, в этом году амичи за красивый наряд на этих гуляниях получат призы. И более того, смогут принять активное участие во всех мероприятиях. Стартуют они вот 24 числа в 11.30. По улице Партизанской будет проходить такое театрализованное, красивое, яркое шествие. Начнется оно возле драматического театра и пойдет по улице Ленина вдоль, чтобы создать праздник и себе и всем людям, которые будут проходить мимо и тоже посмотрят на ваши прекрасные костюмы. Ну да, вот сейчас как раз остается время для того, чтобы подготовить этот костюм, какие-то валенки подобрать необычные. И еще подготовить визитку. То есть, ну, небольшая какая-то у вас презентация своего костюма обязательно должна быть такая, ну, не более пяти минут. И вот жюри будет оценивать ваш внешний вид, ваш громкий голос, какую-то такую фееричную презентацию. После чего получите призы. Я вот, кстати, не знаю, какие. Ну, я тоже пока не знаю, но это оставим интригой, чтобы, знаете, было интереснее. Когда не знаешь, за что, вдвойне интереснее участвовать. Вот. Но если вы не определились пока, какой у вас будет костюм, давайте посмотрим рубрику «Смотри в оба». Там Валентина Савенко приготовила подборочку интересных советских мультфильмов. Может быть, вы захотите перевоплотиться в одного из этих героев. Прямо сейчас рубрика «Смотри в оба». Доброе утро. Сегодня посмотрим в оба и узнаем новый термин. Слышали что-нибудь о пасхалках? Это сленговый термин, который обозначает намеренно скрытые в фильмах или компьютерных играх детали, а также отсылки к другим произведениям. Иногда пасхалки маскируют очень глубоко, и чтобы их найти, нужно приложить определенные усилия. В США и других странах накануне Пасхи любят устраивать охоту за яйцами. Участники игры должны найти спрятанные предметы – пасхальные яйца. Именно из-за этого словосочетания и появилось слово «пасхалка». Со временем пасхалками стали называть любые отсылки, но кинематограф знал этот прием задолго до появления самого термина. Все мы любим советские фильмы. И мультфильмы мы любим не меньше. А как насчет фильма и мультфильма одновременно? Догадались, о чем я? Мультфильмы с отсылками к кино. Некоторые мультяшные кадры удивительно напоминают кадры из любимых фильмов. Например, очень богат отсылками мультфильм «Приключения кота Леопольда». Здесь и белое солнце пустыни, и кавказская пленница, и джентльмены удачи, и даже операция «Ы». Вы не скажете, который час? Спокойной ночи, Леопольд. А вот еще один замечательный пример. Мультфильм «Пес в сапогах», который является экранизацией романа Александра Дюма «Три мушкетера» и при этом делает отсылку к известному фильму Хелькевича. Еще один пример можно увидеть в работе «Ограбление по». В части, посвященной ограблению в нашей стране, нарисованные уголовники удивительным образом похожи на Станислава Чекана и Савелия Краморова. А также тяжело не узнать о Ниськина в исполнении Михаила Жарова из фильма «Деревенский детектив». Многие советские фильмы стали классикой. Их разобрали на цитаты и смотрят до сих пор, даже зная практически наизусть. Неудивительно, что мультипликаторы старались приблизиться к этим шедеврам. Вышеперечисленные картины до сих пор вдохновляют режиссеров. Например, мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» был создан уже в наши дни. В одной из сцен Колыван говорит верблюду Добрыне. А теперь горбатый! Я сказал горбатый! Узнали, откуда это? Ну, конечно, место встречи изменить нельзя. Можно встретить и отсылку к более поздней киноработе. В другой сцене Добрыня на манер Данилы Багрова из фильма «Брат» спросил у Горыныча. В чем сила? В чем сила, брат? Вы себе не представляете, как много интересного вокруг нас, даже там, где, казалось бы, уже все известно. Так что внимательно смотрите в оба, находите отсылки. А если вдруг не получится, то я всегда готова помочь. Вот в следующий раз расскажу, как авторы подбирали имена своим литературным героям. Думаете наугад? Как бы не так. До встречи! Ежегодно с 2012 года, 14 февраля, отмечается Международный день книг. Вот он международный, а придумала его Эмми Бродмур, основательница сайта детской книги в США. Итак, начиная с 2017 года, в том числе и в России проводится некая общероссийская акция, приуроченная к этому Международному дню книги. Да, и вот именно в рамках этой акции организуется сбор книг, проводятся определенного рода мероприятия, устраиваются встречи с интересными людьми. И вот в этой акции принимают участие более 2000 библиотек по всей стране. Вот в прошлом году такая статистика была подведена. Дело в том, что мы решили загадать в следующем розыгрыше, который прямо сейчас мы проведем, как же называется вот это российское ответвление вот этой международной акции, посвященной Дню дарения книг. Есть у нее определенное название, поэтому я думаю, что вы наверняка сможете найти эту информацию. Ну а за что вы поборетесь, расскажу прямо сейчас. Мы разыграем два пригласительных билета от спонсора нашего розыгрыша, кинотеатра Первомайский, между прочим, у которого сегодня день рождения. Поэтому если вы вдруг туда соберетесь, можете прийти и поздравить всех сотрудников. Итак, номер телефона 695-644. Набирайте, пожалуйста, его, дозванивайтесь к нам в студию и скажите, как же называется вот акция, которая в нашей стране существует, посвященная она Дню дарения книг. Ну, собственно говоря, я почти все слова уже только не в той последовательности назвал, поэтому дозванивайтесь, называйте и забирайте два пригласительных билета в кино. Вот, пока вы смотрите, мы смотрим небольшой сюжет о том, как дети сегодня, вчера мы записали его, как они рассуждали о любви, и потом будем ждать ваших правильных оперов в нашем студии. Скажут, как они целуются, ой. Знаешь, зачем ты сюда пришла? Чтобы залезть в телевизор. Знаешь ли ты, какой праздник 14 февраля? Знаю. День Победы. Леша, ну выглядишь напряженным. Нет. Точно все хорошо? Очень. Какой праздник 14 февраля отмечают? Знаю. День Святого Валентина. Что это за праздник такой? День всех влюбленных. Как его отмечают? Ну, я не знаю его традиции или знаю, просто забыла. Что в этот праздник принято делать? Ну, надо всем дарить подарки и тем, кого любишь. Угу. А ты будешь как-то отмечать? Может быть, кому-то приготовила подарок? Я вечером, когда вот отсюда вернусь, приду, нарисую открытки, сделаю закладки, положу закладки в открытки и подарю. Кому? Маме, бабушке. А если тебя мальчик в школе за косичку дернул, это любовь? Мне кажется, да. Или нет. Да, это признаки любви, но в конце концов, мне редко дергают. Первый раз меня Яша дергал. Кто такой Яша? Яша – это у меня одногруппник в саду, но он меня не дразнит, но я не хочу на него внимания обращать. А так сама я еще в ноги в мальчика влюбилась. Первый у меня любимчик Гоша, второй из десятой группы мальчик. Я не знаю, как его зовут. Третий Богдан. Гоша тоже, я ему нравлюсь. Мы уже договорились, что с ним сыграем свадьбу. Как ты вообще думаешь, что такое любовь? Жениться и цел. У тебя уже есть на примете, может быть, какой-нибудь жених? Есть. Малюсенький. Малюсенький? Да, три лета. Три года? Где вы познакомились? Гриша, он в нашем доме. Твой сосед? Это мой братик. Ты кому-нибудь приготовила уже подарок? Нет еще. А собираешься? Да. Рассказывай. А что? Рассказывай, кому? Ане. Кто такая Аня? Она моя жена. Четыре раза в губы целовались. Так. Так. Что еще? Вместе в садике ходили. И в театре тоже вместе. А что такое любовь? Я не знаю. Ну, подумай, попробуй пофантазировать. Это когда твоя какая-то игрушка самая любимая. Ну, когда вот вы с человеком встречаетесь, и как бы вам друг друг нравится. Есть у вас телезритель, который готов забрать два пригласительных билета. Доброе утро. Как вас зовут? Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Вы мне очень нравитесь. Спасибо огромное. Хорошая такая пара. Спасибо большое. Очень приятно. Так, скажите, как же, вот мы вопрос задавали, как же называется акция, которая в России проходит, посвященная Дню дарению книг? Я бы назвал, если честно, дарите книги любимым в честь праздника. Так, ну смотрите, вы... Ну, а тут, получается, с любовью. Ну, это правильный ответ. Дарите книги с любовью. Вы нас даже немножко разыграли, да, сказав свой вариант. А где приз-приза? Мы не отгадали. Да. Спасибо большое, что вы дозвонились. Вот эти два пригласительных билета уходят к вам. Я хочу спросить... А можно привет библиотеки мне Пушкина передать? Обязательно можно, да. И рассказать, с кем вы пойдете на фильм. Все можно. Ну, я пойду с супругой. Супруге привет от нашей передачи. Да, супруги, да. И еще, пожалуйста, ваш привет для библиотеки Пушкина. Ну, все библиотеки Пушкины привет. Краеведческий отдел. Угу, угу. Ну, там много отделов. Здорово. Хорошо. Спасибо большое вам за звоночек. Вам хорошие пятницы сегодня. Два пригласительных билета достаются вам. Уважаемые телезрители, прямо сейчас смотрим рубрику «Готовь как шеф», а после встречаем гостя в нашей студии. А особенно внимательно все мужчины смотрите, пожалуйста, рубрику «Готовь как шеф», потому что я настаиваю, что именно они должны сегодня сделать сюрприз для своих любимых. Дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Голов Юрий, я бренд-шеф из Санкт-Петербурга. Сегодня мы будем готовить настоящее мужское блюдо, чтобы мужчины могли удивить своих дам. Что это будет у нас сегодня? Салат с печенью трески. В этом блюде главное выбрать треску, потому что печень трески обладает очень большим количеством витаминов. Что у нас будет? Вяленые томаты. Есть множество вяленых томатов. Эти вялены на 70%, есть на 30%, на 20%. Все зависит от того, какая структура у них будет. Я предпочитаю в салатах вот именно вяленые на 70%. Они такие достаточно плотные, но имеют очень насыщенный вкус. К печени трески, к выбору ее надо подходить очень деликатно. Маринованное перепелиное яйцо. Это просто отваренное перепелиное яйцо. Когда закипает вода, я добавляю достаточно количества соли. И в кипящую воду добавляю уже перепелиное яйцо. Варится оно ровно минуту и 10 секунд. Получается, это правильно отваренное перепелиное яйцо, в котором желток сырой. Потом я его помещаю в свекольный сок. Это будет такой вишенкой в нашем торте. Есть еще один ингредиент. Это попкорн из гречи. Мы отварили гречу, высушили ее. И потом в раскаленном растительном масле взорвали. То же самое, что было когда-то там делали с пунчозой. Простые огурцы нарезали достаточно тонко. Превращаем их в такого рода рулетики закрученные. Ну что, начнем собирать наш салат. Для этого нам понадобится свежая зелень. Я использую лолроса, био, руккола. Любой салат подходит, какой вам нравится. Добавляем наш дрессинг, он же заправка. Во всех странах называется это по-разному. В котором оливковое масло, варчестер, соевый соус, немного меда. Подкладываем огурец под салат, чтобы он стал еще пышнее, воздушнее и выше. Печень трески. Не забывайте возвышать свое блюдо, так же, как и своих женщин. Оно должно расти вверх, тогда оно будет вызывать в вас аппетит. Дальние томаты. Немного арахиса. Наш попкорн из гречи. Он дает нам хрустящую ноту. Очередь дошла до перепелиного яйца. Самая важная часть, его оставит целостный желток, чтобы он не вытекал. На вершину. Немного соли. Оливкового масла. Мужчина, надеюсь, я не подведу вас своими сочетаниями, а вы удивляйте себя и своих близких. Повторяйте мои рецепты и будете звездой любого вечера. С вами был Голов Юрий. Перед международным женским днем индивидуальные предприниматели поднимают цены на цветы. А вот перед вспышками заболевания ОРВИ поднимают почему-то цены на фармацевтические препараты. Как же так? Вот об этой проблеме поговорим с гостью нашей студии. Встречаем Анастасию Ярахтину, координатора команды «Молодежка» Общероссийского народного фронта в Омской области. Рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. Вот слышали, что какой-то мониторинг проводили у нас в России. Выясняли, сколько же стоит лекарство именно в тот момент, когда все люди, кто-то жалуется на гриппы, ОРВИ и так далее. Что за мониторинг и что выявил? Ну, действительно, по поручению президента Российской Федерации на заседание правительства было дано проверить все-таки аптечные пункты и посмотреть, насколько же повысились цены на противовирусные препараты, а также на маски. Конечно же, в этом году ОРВИ всегда бывает, но в этом году все-таки поднялось из-за того, что большая вспышка и ажиотаж коронавирус дал. Но, как показал мониторинг, все-таки наша Омская область на фоне всей России находится в средних показателях. Мы не настолько высоки, но не настолько низки. Вы имеете в виду в ценах на лекарства? Да, в ценах на лекарства и также по наличию масок. То есть подняли, но не до той пиковой какой-то отметки, как в других регионах? Да, когда это превышало той федеральной грани, которая есть на самом деле. Подводя, наверное, такие итоги по мониторингу. Но при этом все-таки стоит констатировать то, что есть аптечные сети, которые превысили эту грань. И, наверное, одним из таких препаратов стал тамифлю. Пользуясь моментом, мы знаем, что жители Омска смотрят такие передачи, мне бы, наверное, хотелось обратиться с таким посылом о том, что не стоит зацикливаться на одной аптеке. У нас есть очень много разных аптечных сетей. Есть те аптечные сети, которые сегодня продают по низким ценам. Я в подтверждение скажу, что в моем доме находятся три аптеки. Почему? Они вот крыльцо рядом друг с другом. Я периодически в одну захожу, во вторую, в третью. Так я сравнила, сколько стоит. Я выбираю себе самую наименьшую цену. Это хорошо, если в одном доме. Я единственное только не могу понять, а в чем, собственно, у них конкуренция? Потому что все одинаково. По какому принципу я должна найти? Ну, сейчас очень много в социальных сетях же все-таки можно проследить о том, что вот нету масок в наличии аптек, нету таких-то препаратов, нет других. И люди приходят... Есть проблемы какие-то разве? Да, ну, есть такая составляющая. И люди, приходя в первую аптеку, когда им говорят, да, здесь есть, допустим, Кагоцел, они пытаются сразу его купить, потому что думают, если я зайду в соседнюю, может быть, вот этот последний купят. Но все-таки он не последний. А можно сейчас, знаете, попросить, отложите мне, пожалуйста. Да, во многом, как бы, вот эту ажиотацию, да, и какой-то дефицит создают сами люди, да, и когда пишутся в сетях о том, что этого нет, этого не хватает. Да, но при этом хочется отметить еще один факт. Все-таки коммерческие структуры тоже на этом начали делать популяризмы и повышать цены. Поэтому, наверное, пользуясь моментом и коммерческим структурам стоит обратиться о том, что наживаться на беде, это людей низко и как-то некорректно. Нужно все-таки входить в положение и в наше время не превышать те грани, которые есть. Потому что мы все знаем, что итоги мониторинга буквально на днях были переданы в Федеральное министерство здравоохранения Российской Федерации, в Федеральную антимонопольную службу, ну и также в Росздравнадзор. И мы все знаем посыл нашего лидера страны о том, что он сказал. Есть и карательные меры, и лицензию тоже могут лишить. А вот еще, знаете, вопрос такой, может быть, последний. Даже если я вот заметил, да, сам провел такую экспертизу в три аптеки, как Алена говорит, зашел, и понял, что где-то вот цена прям в два раза отличается. Нет, вот это мне не нравится. Это слишком дорого. То есть куда я могу обратиться? Смотрите, на сегодняшний день, получается, молодежка Общероссийского народного фронта открыла ситуационный центр. Можно обратиться к нам по телефону либо в социальных сетях написать. Но помимо этого есть и все-таки профильные надзорные структуры. Это Росздравнадзор, куда тоже по горячей линии можно обратиться и сказать. Все-таки вот я считаю, безусловно, это ваше мнение, да, оно может как подтвердиться, так и вам дадут разъяснение о том, что нет, это все-таки предельная норма, которая допустима сегодня на территории Омской области. То есть я еще и получу ответ, да? Какие меры были приняты по отношению к Омской области? Да, какие-то разъяснения есть. Наши ребята тоже в режиме постоянной коммуникации готовы отвечать на эти вопросы в социальных сетях. Помимо этого, вот как раз одна из инициатив наших была, мы разработаем информационную брошюрку, где у населения будет четко понимать, что тот или иной препарат в диапазоне в таком-то стоит по цене. Спасибо большое, Анастасия Иерахтина была в нашей студии, поговорили о том, что все-таки ажиотацию и проблему с медикаментами мы немножко, так сказать, возбуждаем сами и не будем этим заниматься. Вам большое спасибо за полезную информацию и проведенную работу. Прямо сейчас, уважаемые телезрители, выпуск программы «Час новостей», потом снова встречаемся в этой студии. На 12-м канале «Час новостей» в студии Ана Черных. Доброе утро. Просят тишины, а меча могут запретить шуметь днем. Сейчас новый закон обсуждают в Совете Федерации. Сенаторы предлагают ввести ограничения на громкие звуки с 13 до 15 часов, а также с 19 до 9. Таким образом, политики отстаивают интересы семей с детьми. Говорят, балагуры за стенкой, нарушающие сон малышей, должны нести ответственность. Разбудил ребенка, заплати 40 тысяч рублей. Штрафы, согласно законопроекту, для юридических лиц предусмотрены серьезные. А вот для физических лиц максимальная санкция 3 тысячи. Впрочем, суммы еще могут измениться. Законопроект будет дорабатывать Минюст. Получить маткапитал станет проще, как сообщили в Министерстве труда. Для этого не нужно будет даже писать заявление. Сумму начислят автоматически на основании записи о рождении ребенка в ЗАГСе. Планируют упростить и получение пособий на детей от 3 до 7 лет. Это касается семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Все документы, в том числе справки о доходах семьи, органы, соцзащиты смогут получать самостоятельно. Между ведомствами наладят электронный документооборот. Предполагается, что новая система заработает уже в этом году. Амичи смогут оплачивать льготный проезд обычной кредиткой. Услуга будет доступна пенсионерам, студентам, многодетным родителям. Для этого банки разрабатывают специальный сервис. С его помощью при расчете пластиком в транспорте все положенные скидки сохранятся. Напомню, сейчас получить льготу на проезд можно только с помощью соответствующей карты. Новая система начнет работать уже в этом году, причем сразу в десятках регионов. Для того, чтобы оформить имеющуюся кредитку как социальную, не нужно собирать множество документов. Достаточно написать заявление в пенсионном фонде. Повод устроить романтическое свидание дома. Именно так День всех влюбленных отметят россияне. Аналитики проанализировали продажи. Накануне романтической даты увеличился спрос на праздничную атрибутику и готовую еду. Особенно популярны воздушные шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн. В качестве подарка влюбленные чаще выбирают ювелирные украшения. Так, кавалеры скупают кольца и цепочки с кулонами в форме сердца. Дамы балуют свои вторые половинки золотыми и серебряными запонками. В среднем подарок Валентина в день обходится в 2000 рублей. Это без учета обязательных атрибутов – букета цветов и плюшевого медведя. Как День всех влюбленных проводят омичи? Что дарят? Какие устраивают сюрпризы? И где организуют необычные свидания? И есть ли в городе убежденные романтики, готовые потратить все состояние на миллион алых роз? Материал об этом смотрите сегодня в итоговом выпуске «Часа новостей». И сегодня же в день Святого Валентина в Омске откроют новый ЗАГС. Заработает он в Кировском округе по улице Дмитриева. Для новоселья уже все готово. Уютный зал для торжественных регистраций европейского типа. Комната жениха и невесты, рабочие кабинеты для сотрудников. В здании заменили пожарно-охранную сигнализацию, обновили фасад и коммуникации. Несмотря на то, что ЗАГС откроет сегодня, первые молодожены зарегистрируют свой брак в популярную для свадеб 2020 года дату 20 февраля. Предложили не сжигать масленицу, а перевоплотиться в нее. Региональный Минкульт объявил очередной конкурс, посвященный проводам зимы. Принять участие могут все желающие. Условия просты. Нужно подготовить интересную визитку. В творчестве не ограничивают. Можно представить как вокальные, так и танцевальные номера. Но лучше подготовить сценку. Оценивать жюри будет не только сценарий, но также костюмы и грим. Вариации на современный лад приветствуются. Победителя ждет приз, правда, какой организаторы пока держат в секрете. Напомню, масленица на Любинском пройдет 1 марта с 12 до 16 часов. Самые романтичные истории в одной постановке. Театр кукол Орликин порадует омечей новым спектаклем. По словам режиссера, это будет некая смесь Золушки, Ромео и Джульетты и Красавицы и Чудовища. Программу приурочат ко дню всех влюбленных. Но зрителей ждут не только сладкие диалоги. Артисту устроит яркое фехтовальное шоу. Так что любителям рыцарской культуры точно понравится. Постановка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Длится один час. Повторный показ планируется 8 марта. Омечи боятся сплетен и скандалов из-за служебных романов. Это результаты опросов одного из сайтов по поиску работы. Больше половины респондентов считают романтические отношения уместными. Но каждый четвертый уверен, от руководства их лучше скрывать. Треть опасается сплетен. Впрочем, главной проблемой. Романа с коллегой называют то, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе. Или даже приведут к увольнению. Спросили у омечей, что они выберут. Карьеру или любовь. Большинство уверены, всегда можно найти компромисс. Четверть готова пожертвовать отношениями. И только 14% выберут любимого человека вопреки всему. Обо всех событиях дня расскажем в часе новостей. Оставайтесь с нами и доброго вам утра. Доброго вам утра. И, конечно же, будьте с нами, потому что мы с Константином Поминовым. И с Аленой Зариной вновь в этот день в пятницу, 14 февраля, с вами с 7 утра до 9 часов. И что очень важно, мы работаем в прямом эфире, а следовательно, у вас есть возможность звонить к нам в эфир, писать к нам в эфир, присылать свои фотографии к нам в эфир. И все это в такой чудесный день, 14 февраля. День всех влюбленных, день всех довольных и всех счастливых. Вот это вы можете делать для нас, пересылать эти сообщения. Ну а что мы сегодня приготовили для вас в последние полчаса, сейчас расскажем в анонсе. В Омских школах карантин. Переходим на телеобучение. В прямом эфире программы «Наше утро» урок вкусного русского от Андрея Крылова. Как бы ни хотелось, уже весны. Ждать ее придется столько, сколько погода прикажет. Мы лишь можем констатировать ее настроение. Лизбан Баро как группор метеорологических сведений. Звукотерапия – это не просто влияние необычных и красивых звуков на человека. Звукотерапия – это еще и массаж. О нем расскажет Наталья Фаткина. Так спрятать, чтобы никто не нашел, умеют отец и сын по фамилии Сокол. Только настоящим иллюзионистам такой под силу артисты приезжего цирка сегодня у нас в гостях. Ну а мы, уважаемые телезрители, как и обещали, почитаем сейчас немного сообщений ваши, которые приходят к нам на WhatsApp. Номер телефона есть на экранах, поэтому кто еще не прислал, не отправил. И даже посмотрим фотографии, я очень надеюсь. Итак, есть у нас сообщения. Хочу поздравить любимого мужа Константина с Днем Святого Валентина. Я тебя очень люблю и скучаю, Юлия. Ой, какие хорошие стихи. Ой, повезло. Стихи ты даже там заметила. Да, да, да. Константину с Днем Святого Валентина. Да. Так, дальше еще одно сообщение. Добрейшее утречко моим самым любимым ведущим. Улыбайтесь и улыбайте людей прохладным утром. Спасибо, что делаете наше настроение. Ну подожди, я сейчас должна воздушный поцелуйчик слать. Такая девушка, к сожалению, не подписалась, но судя по аватарке, очень приятная девушка. Итак, еще у нас есть сообщение. Доброе утро, дорогие амичи. От всей души поздравляю всех с Днем Влюбленных. Любите друг друга, любите жизнь, дарите миру свою любовь. Любящий человек, счастливый человек и здоровый человек. Вот, я, собственно, согласен. Слушайте, ну это идеальная формула, мне кажется, вот еще и здоровый человек. Это же надо понимать. Ну просто улыбнись миру всему, да, признайся в том, что у тебя хорошее настроение. Вот, и вообще, признайся, во всем абсолютно, и будет тебе легко. И будет тебе так же. Не томите, если вы кого-то любите, не томите, сообщите об этом человеку. Да, и будет вам так же легко, как вот учить русский язык вместе с Андреем Крыловым. Прямо сейчас вкусный русский для вас, давайте смотреть. Здравствуйте. Шанечка, привет. Базилик, базилика, базилика. Что не поняла? Тогда предлагаю обратиться к словарям. Они наши с тобой главные помощники. Начнем с базилики, или, если хотите, с базилики. Несмотря на загадочное и романтическое звучание, само это слово обеспечивает строгое архитектурное понятие. Базилика – это здание, вытянутой прямоугольной формы, разделенное внутри рядами столбов или колонок. В Древнем Риме такие здания предназначались для торговли и судопроизводства. А потом, через века, это стало основой строительства христианских храмов. Откуда же взялось это колебание в ударении? То базилика, то базилика. Не только мы с вами сомневаемся. У великих поэтов в этом слове тоже имелись разночтения. Валерий Брюсов писал про базилик рухнувших ступеней. А Иван Бунин, ну, как ты помнишь, под византийской ветхой базиликой. Дело в том, что латинское слово базилика, как это вообще часто было с латинскими словами, произошло от греческого «базиликос», что значило «царский царственный». Вот и сохраняется в одном из вариантов ударение языка посредника. Заметьте, оба варианта – варианты нормы. Вот заговорили о Средиземноморье. Итак, салатика свеженького захотелось. Да, согласен. И морепродуктов. Спора не получается. А вот интересно, что мы добавляем в салаты? Базилик или базилик? Шанечка, не возмущайся и не пугайся. Некоторые старинные словари действительно приводили ударение «базилик». Проблема та же слова заимствовалась через французское посредничество. Во французском на последний слог «базилик» с ударением на последнем слове, обратите внимание. Но в латинском-то было «базилик» с ударением на второе. Сейчас только «базилик». Совсем запуталась. Сейчас распутаем. Словарь ударения Ирины Лизниченко предлагает на этот случай простую запоминалку через лёгкое слово «розмарин». Иными словами, розмарин – базилик. Вот и всё. Розмарин – это тоже популярная средиземноморская приправа. Считается символом здоровья, долголетия. В переводе «розмарин» означает «морская свежесть». Хорошего вам настроения. До встречи. Друзья мои дорогие, так приятно к нам приходят фотографии. И вот первую, которую я хочу показать, это ретро-фото с таким красивым мягким светом. И подпись «Много лет у нас любовь». Как же это чудесно. Я от души желаю вам здоровья, любви, любви вечной. И ещё, друзья, хочу показать одно фото, которое к нам пришло. Как Алена сказала, это такое, знаете, чисто женское сообщение. Вот сейчас она зачитает, я не знаю, даже давайте посмотрим. Доброе утро всем. Начинается хорошо. Хочу поздравить любимого с праздником. Он у меня вредный и считает, что 14 февраля – это не наш праздник, день люблённый. Но всё равно поздравляю с праздником. Душа моя, ну считают и считают, нет проблем никаких, какая радость. Вы же поздравили, да, любовь есть, всё отлично. А ещё отлично, когда ради любви и не только, ради чувства долга люди совершают реальные поступки. И вот хочется сказать об одном из таких. В Омской области пройдёт лыжный пробег военнослужащих, посвящённый 75-й годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. Участниками станут около 30 курсантов 242-го военного училища, который у нас в Омске, учебного центра, который в Омске у нас существует. Пробег стартует 24 февраля и закончится только 7 марта. То есть, понимаете, ну, две недели с лишним, да, ребята будут идти по районам Омской области, так, чтобы не запутаться. Смотри, а у меня какая сейчас сформировалась идея. Пока ребята холостые будут идти по районам Омской области, их можно забрасывать валентинками. Так, так, так. Такие сюрпризы уже пост такие 14 февраля, они суть важны. Ну, женихи, крепкие девушки, обратите внимание. Зачитаю эти, кстати, районы, по которым будет проходить. Стартует в поселке Светлый и завершится в Калачинске. Значит, пройдет по Азовскому, Таврическому, Кормиловскому районам. Там будут курсанты, значит, возлагать цветы, проводить разные патриотические мероприятия, показательные выступления. В общем, такой очень наполненный, насыщенный, многодневный пробег лыжной. Ну, то есть, настоящий такой подвиг, да, ребята будут совершать. И все благодаря, вот, во имя празднования 75-й годовщины. Честно говоря, хочется пожелать, чтобы погода была хорошая, чтобы и на лыжах было не так холодно идти, чтобы снег не проваливался. И, в общем, такая комфортная была атмосфера во всем пробеге. Ну, мы как-то можем гарантировать погоду, нет? Ну, мы на такой длительный срок, конечно, не можем, но вот на сегодняшний день Лизбан Баро точно приготовил прогноз погоды. Давайте его посмотрим. С добрым утром всех влюбленных в жизнь. Сегодня 14 февраля. Дата особенная. Мы сегодня отмечаем День всех влюбленных. Влюбленным можно быть во многое. Искусство, макраме, футбол. Я, например, влюблен в музыку и танцы. А что влюбленные вы? Пока вы думаете, я вам расскажу, какая погода на сегодня. В Омске будет пасмурно, без осадков. Днем минус 11, ночью минус 13. В Калачинске также минус 11. Это температура на немние часы. Ночью до минус 14. Пасмурно и без осадков. В Знаменском пасмурно, без осадков. Днем 19. Ночью опустятся термометры, покажут минус 14. На юге района, в Чербакуле, минус 19 днем, минус 13 ночью. Солнце спрячется с облаками и не покажут ни лучика. Так что, чтобы создать вам настроение, я вам расскажу об одном из самых романтичных мест Кубы. Вородеро. Это очень популярный курорт и с одним из самых чистых в мире пляжей. Вородеро настолько сказочный и прекрасный, что при виде всех этих необыкновенных мест, палм и бескрайного океана в вас могут рассыграться чувства. В части трепет, волнение, любовь, романтика. Я настолько рекомендую прилететь сюда и с любимым человеком, что атмосфера Вородеро настолько романтичная, что вам непременно захочется сделать предложение руки и сердца. А у меня сегодня есть одна просьба. Мужчины, будьте валентинами, имейте смелость признаться в чувствах лично. Без WhatsApp, без Telegram, без Instagram и без этого свода. Всех поздравляю с Днём всех влюбленных. Чао-чао. Также с Днём всех влюбленных поздравляют наши амичи, присылают сообщения к нам на WhatsApp. И вот конкретно Марина написала «Доброе утро, хочу поздравить своего мужа Сергея». С Днём всех влюбленных. Сергей, я тебя очень люблю, твоя Марина. Как мило. Вот такая прекрасная фотография тоже прилагается к этому сообщению. А фотография у нас прилагается к сообщению вот этому. Поздравляю с праздником День влюбленных, любимого мужа и вас наше утро. Вот здесь, к сожалению, наши телезрители не подписались, но очень приятно их видеть. Ну, что фотографию показали, да, можно хотя бы на них посмотреть. Да, да, да. Есть ещё сообщение? Так, и есть ещё сообщение сейчас, я его зачитаю. Люблю своего мужа, поздравляю, Валентина. С Днём Святого Валентина. Вова, я тебя люблю. Мужа по имени Владимир. Ну, жена не подписалась. Ну, как прекрасно. Вообще, знаете, мы ещё сегодня, пока рубрики идут, начали думать, что же ещё можно такого подарить. И вспомнили, что сейчас стараются дарить какие-то интересные, креативные подарки. Необычные, да. А лучше даже не это, чтобы это были не вещи, а какие-то эмоции, да. И вот часто дают какие-то походы, например, в спа, может быть, к косметологу. А, в квест можно подарить. Вполне себе, да. И вот, знаете, у нас есть сюжет о таком необычном массаже. Я думаю, что если он вас заинтересует, это будет вполне себе интересный, креативный и приятный подарок. Надо же и вдвоём туда сходить, да, чтобы разделить эти впечатления. Ну, давайте посмотрим. Поющая чаша – не только музыкальный инструмент. Её пронизительный звук, наверное, самое приятное лекарство. В доме Евгения за 7 лет практики их набралось с десяток. Это чаша, которая состоит из 5, 7, 9 сплав таких металлов. И можно по-разному воздействовать. И, соответственно, оказывать или возбуждающее воздействие на человека, или, наоборот, успокаивающее. Лёгкое движение деревянной стикой по краю, и лечебный сеанс начинается. Деревянной частью начинаете крутить. Можете по часовой, можете против часовой стрелки. Угу. Да, ладошка выпрямлена, да, пальцы вместе. И прям немножко помедленнее. То есть это процесс такой медитативный. Родина поющих чаш – Северная Индия и Непал. Буддисты использовали их в медитациях, а Евгений – для звукового массажа. Откликаются внутренние органы. То есть если сердцебиение было усиленное, то частотой, я примерно скажу, около 500 Гц идет успокоение сердечного ритма. Воздействие чаш можно почувствовать даже не прикасаясь к ним. Тонкая вибрация ощущается на расстоянии. Другой способ – контактный. В чашу можно вставать ногами, надевать на голову или поставить на себя. Нужно будет лечь, я поставлю на вас чашу, вы ощутите на себя. Это не больно? Нет, это очень приятно. Ладно, тогда давайте попробуем. Так, чашку вставлю вам в правую ладонь. И чашки тоже 20-сантиметровые ставятся. Они, как правило, тоже на ладони, на левую ладонь. Хорошо. Одну чашечку поставлю аккуратно на живот и одну чашечку поставлю на грудь. Ох, ну это, конечно, очень необычное ощущение. По телу как будто бы очень много маленьких мурашек бежит. Но это очень приятно на самом деле. Расслабляешься и чувствуешь себя где-то далеко-далеко-далеко, как будто бы на отдыхе побывало. Для одних этот звук приятный и спокойный, для других – резкий. Но каждому чаши дарят возможность побывать на отдыхе, не покидая собственного дома. Мы долго думали с Константином, ну какие же на самом деле сделать сюрпризы своим половинкам. Думали, думали и придумали, что ничего прекраснее, чем вот что-то такое завораживающее, секретное, ничего такого нет. И поэтому специально для вас, уважаемые телезрители, ну и для себя в том числе пригласили к нам в студию. Кого бы вы думали? Иллюзионистов. Встречайте, пожалуйста, Анатолий Сокол, заслуженный артист России, иллюзионист. И его сын тоже иллюзионист. Алексей Сокол из московского цирка. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Первый вопрос, который сразу хочется задать. Вы себя вот ощущаете кем? Магами или все-таки изобретателями, которые готовят, продумывают все свои... Мне кажется, это такой вопрос для вас всегда очень интересный. Вы наполняетесь какой-то такой важностью, да? Особенностей, нет? Ты как считаешь? Я больше считаю себя, скорее, магом, а тебя создателем. Это с моей стороны. А у мага и создателя как проходит утро? Как оно вообще начинается? Утро у нас начинается с... У меня сокол находится в цирке живет. Живой сокол, соколица гора. Я утром прихожу и выпускаю ее, потому что она ночует на специализированной присаде. А когда я выпускаю, на самом деле это соколица. Кстати, у меня есть даже перо от сокола. Я хочу подарить вашей студии. Ох, ух ты! Прекрасно! Красота какая! Тебе идет, кстати, под комбочку. Спасибо. И выпускаем свою птицу. Вот она на рекламе у нас здесь. И она целый день летает по манежу и вечером уже прилетает ко мне, и мы ее уже кормим. Вы, наверное, единственный такой человек, который не с чашечки кофе начинает свое утро, а выпускает птицу. Как это романтично, как красиво. Да, чем раньше выпустим, тем она будет лучше летать и будет довольна. С хорошим настроением. Вы уже думали про сюрпризы своим плавинкам в старом пункте? Мы как раз после вас едем за цветами. У нас девушки в гостинице спят еще. А мы вот уже проснулись. Смотрите, ну немножко о вашей работе. Все-таки, какими качествами нужно обладать? Не только ловкость рук должна быть у человека, чтобы он был иллюзионистом. Потому что в наше время иллюзия – это некое шоу, это целый процесс. То есть вот какими качествами должен человек обладать? Наша программа, которая сейчас гастролирует в Омском государственном цирке – шоу «Воды, огня и света». И второе отделение мы с Алексеем показываем самые крупные иллюзионные трюки в нашей стране. И поэтому с самыми большими качествами, самыми такими, которые должны обладать, мы эксклюзивные трюки делаем. И делаем те трюки иллюзионные, которые не делают другие иллюзионисты мира. Вот, допустим, есть какая-нибудь у вас денежная купюра? Я вам просто покажу пару трюков небольших. У меня-то точно нет. Лучше... С возвратом? Пожалуйста, спасибо. Это вот, между прочим, на подарок жене, скорее всего. На цветы были. Ну, прости, как бы. Если что, я тебе перо отдам. Окей. Посмотрите, я... Это один из трюков Дэвида Куперфилда. Ага. Показываю, что у меня в руке ничего нет. Угу. Я подтвердаю телевизор. Деньги вот так. Угу. Еще раз показываю. В руке ничего, в руках ничего нет. Угу. Так, сворачиваю. Тысячу рублей. Так. И вот так. Ой, сердце кровью обливается. Нет у вас в студии утюга? Нет? Нет, к сожалению. Нет. Ладно. Сейчас будет, да? Теперь делаем вот так. И вот так. Раз. Говорим волшебные слова. Акарамба, бакарамба. Давно я этот фокус не показывал. Акарамба, бакарамба. И когда разворачивается у нас, снова разворачивается. Ой. Я понял, как называется этот фокус. Инфляция, да? Инфляция называется конкурс. Понял. Спасибо вам. Сердечный приступ это называется. Ну, в общем, это без цветов сегодня. Как ты понимаешь. Теперь в обратную сторону. Давайте уж, пожалуйста. И раз, и когда мы снова ее разворачиваем, то у нас снова превращается, превращается. Вот, вот, вот. Давай, 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 давай. Так. Вот. Вот это чудо на самом деле. Прекрасно вообще. Мне бы хотелось, мы покажем и может даже научим. Вот Алексей хорошо умеет показывать трюки. Нет, не надо. Вот с этими тысячами. Да? Вот с этими двумя скрепками. Сейчас порвем, я отдавать не буду. Там уже с ней распрощались. Да не то, чтобы прям. Да, это фокус, но мы скорее научим, нежели покажем. Вот, вот я и говорю, что это будет хороший сюрприз для своей второй половинки. Да. Просто научиться и попробовать. Все будут показывать фокус на 14 февраля. Да, да. Берем денежную купюру, неважно какого масштаба, да, так скажем. Где написано билет Банка России. К себе лицом. С правой стороны билет Банка России. Складываем. Вот так вот. Я надеюсь, всем видно, да, нашим телезрителям. Складываем. Берем две скрепки. Я думаю, у каждого дома есть. Ничего страшного, мы в канцелярский магазин родители. Вставляем одну скрепку вот так. Так. И одну скрепку. Опять же, чем больше практики, тем больше вероятности, что получится. Ну, есть чем заняться на работе для вечера. Просим отца сказать волшебные слова. Акарамба-бакарамба. И резко дергаем вверх. Раз. И у нас получается... И скрепки уже соединились. О, вот оно как. Скрепки соединились. Да. А так вот на ушко вешаем. Это любовь. Так, давайте для закрепления, может быть, еще раз. Дарю вам скрепки. А давайте покажем еще раз. Как у вас деньги-то появляются в руках незаметно? Вы знаете, я вам лучше покажу тот трюк, который никогда раньше в студии не показывали. Так, интересненько. Спасибо вам за... Да, вам тоже спасибо. ...деньги. Не знаю, получится или не получится. Лучше не вставать, да? У меня один обычный американский доллар. Я кладу его на руку. И говорю, доллар, доллар. Ты могуч. Ты могуч. Ты могуч. Сворачивайся. Дайте вашу руку, пожалуйста. Да. Я сама хотела предложить... Она с утра заряжена уже, да. ...зарядился от вас энергией. Смотрите. Так. Ой, смотрите, смотрите. Это я его качаю, да? Ой, посмотрите. Оп. А ну-ка, давайте, давайте. Это твоя там энергия, и тебе помогает. Еще, еще. Раз. И смотрите, смотрите, еще. Нет, что-то нет. Не той стороной. Чтобы вы понимали, у нас здесь вентиляторы не стоят. Нам даже жарко. Возьмите меня на работу, а. Классо. Отлично до этого сложился. Прям прекрасно. Вот, Алексей, я еще, знаете, хотел спросить у вас. Ну, понятно, что вы в семье иллюзиониста родились, но вот то, что вы с папой сейчас выступаете, ваш выбор? Или все-таки папа хотел династию продолжать? Меня эксплуатировали, заставляли, мучили. Конечно, куда же без этого, как китайские детей. Вот, нет, на самом деле, с самого детства не было такого, чтобы меня к чему-то принуждали. Это прям силой. Били, конечно. Ладно, я шучу, все, больше не буду. Нет, конечно, ни к чему не принуждали. И с возрастом, естественно, это как-то переросло в то, что мы с отцом стали больше выходить в манеж, больше работать, рептировать. Соответственно, да, это скорее сейчас мой осознанный выбор, нежели эксплуатация детского труда. Мне любопытно в школу, когда вы приходите, там, 8-15, 8-30. Сейчас мне уже 20, извините, что перебилось. Да, конечно, конечно. Вот мы приходили в школу, да, и начинается урок, потом перемена, и наверняка все вокруг собираются в вас, потому что те фишки, которые умеете, вы никто в классе не умел, да? Ну, я скорее брал харизмой и красотой своего прелестного лица. Да, да, да. А вообще мы очень много школ поменяли. А, Наталья, это вот вы воспитывали, да? Скорее, мама, да, скажи мне, стыдно, да? Мы очень много, я около 70 школ поменял, ты примерно 100 тоже. Сколько? Я заканчивал 10 классов, 10 классов, и переезжая из города в город, вот так 76 школ я проехал. Я чуть меньше, хотя я закончил 11 классов у нас другое время. Слушайте, я бы просто забывала бы, где документы лежат, и сколько времени. Да, это где мой аттестант, где специальный человек, который их забирает. Ой, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию, к сожалению, у нас программа заканчивается, время неумолимо течет. Сегодня такой романтический день, и мне бы хотелось пригласить к нам на представление, потому что на самом деле настоящие фокусы и чудеса происходят у нас в цирке. Конечно. Мы ждем жителей и гостей города у нас на представлении. Спасибо вам большое. Всего доброго, хорошего вам дня, уважаемые телезрители. Вам тоже прекрасных выходных, программа «Наше утро заканчивается», Алена Зарина. И Константин Поминов желает вам любви, счастья и долгой, светлой, дорогой жизни. Все, всем пока. Пока. Пока.